Алло? Так, смотри, тебя уже слышно, поэтому ты можешь... Это супер. ...приветствовать всех. Сейчас я еще... Всем привет, ребята, всем привет. Надеюсь, хорошо слышно, потому что микрофон не самый лучший. Слышно тебя даже очень хорошо. Я думаю, что у людей сейчас немножко уши заложило от твоего... Милосуши? ...радостного звонкого голоса. Да, вот пишут, что чуть не оглох. Так, ну я тебя сделал потише, так что теперь можешь говорить во всю звонкость своего голоса. Сейчас я еще сделаю так, чтобы тебя видно было. Так, вот так ты у нас сегодня будешь выглядеть. Не знаю, может быть, зайдешь когда-нибудь, увидишь. Я сейчас смотрю. Отлично, отлично. Привет, как у тебя день сегодня проходит? Первый день без евро. Скучаешь по футболу уже? На самом деле думал, что это будет день разгрузки. Ну да, привет, во-первых. Официальное здорование, хотя мы сегодня уже здоровались. Думал, что будет разгрузочный день. Думал, что так буду его ждать. Отдохнуть от футбола. А на самом деле вот уже настолько рефлекторно привык ко всему этому, что как будто бы чего-то не хватает. Хочется все время зайти, посмотреть, не появился ли состав. Как там кто сыграл, какие там коэффициенты. Вот такое вот все. А ничего нет. Поэтому ты взял и открыл запись товарищеского матча с Желиной. А я ее, кстати, по чуть-чуть смотрел. Надо бы, да, надо бы пересмотреть моменты, которые меня отвлекли по работе. Я вынужден был выключить. Поэтому хорошая идея. После стрима этим и займусь. Так, Антон Галяс спрашивает. Это чувак из меда? Что ответишь? Один из. Давай, все свои регалии выкатишь, чтобы все, кто спрашивает, кто знает тебя по твоим разным ипостасям, получил все ответы на вопросы. А скорее те, кто вообще не знает. И эти тоже. Аудитория, конечно, футбольная. Это совсем не моя аудитория. Я совершенно ничем в футболе никогда не занимался. Играл в КВН. После этого начали делать с друзьями YouTube-канал, который получился для нас, для всех неожиданно, достаточно популярным. Вот, судя по гифке, однажды участвовал в «Что, где, когда?». Работаю на телевидении. Все. Вкратце так. Достаточно неплохо. Расскажи, что тебя связывает с локомотивом. Я так понимаю, что ты у нас не москвич. Ты у нас приехал, и твое боление за локомотив началось раньше или позже этого факта? Раньше, раньше. Я начал болеть за локомотив. Ну, наверное, на самом деле у меня в этом плане самый популярный ответ, который только может быть после матча с дублем Игоря Чугайного в оборота Айка. Потому что в те времена, в 90-е годы, мы не были избалованы трансляциями футбола. И, соответственно, показывали в основном только локомотив и Спартак, наверное, по телевизору. И поскольку вот этот матч так на меня повлиял, я подумал, ну попробую поболеть за локомотив. И уже против Штутгарта это были первые матчи, когда я именно болел. Ну и в целом мне понравилось. Все было великолепно. И до сих пор не жалею ни секунды о выборе. А, собственно, потом в 2002 году был такой случай. Моя сестра ездила, старшая, в Москву. Я уже не помню по какой причине. По-моему, они там с классом ездили или что-то такое. И она мне привезла еще шарфик локомотива, на котором там в 2002 год написаны все дела. То есть этот шарф застал все чемпионства, все кубки, все награды. То есть, ну, в общем, такое у меня было. А в 2006... Да, конечно. Я с ним ходил на матчи до прошлого года, когда ему исполнилось 18 лет. Такое совершеннолетие он отметил, и я его отложил. И сейчас у меня новый шарф. А в 2006 году я уже переехал или в 2007. Ну, на стыке 6-7 переехал в Москву и уже полноценно начал болеть, ходить на стадион. Первый свой матч посещенный помнишь? Вот нет, представляешь, вот не помню. Сейчас вот ты спросил, и я понял, что реально не помню. Но я прекрасно помню те годы. Я ходил на южную трибуну. Помню матчи 4-3 с голом Асатиани. Вот эти все впечатления, конечно, невозможно стереть из памяти. А вот именно первый матч почему-то не помню. Но 2007 год был достаточно веселым для похода на южную трибуну. Там много интересных событий происходило. Например, знаменитая акция. Это интереснее, чем смотреть на поле с газетками. Это круто, да. Самый интересный вообще матч, который вот ты смотрел на стадионе вообще, который оставил у тебя наибольшие эмоции и в целом ради чего стоит ходить на стадион. Ты у нас постоянно призываешь ходить на стадион. Расскажи, расскажи, почему стоит. Блин, ну сложно выбрать какой-то один. Вообще те времена, я даже не знаю, я сейчас скажу такую мысль о том, что мне кажется, что те годы 2007 и далее, наверное, до 2012, скажем, допустим, были как будто бы ярче, чем последующие. И на стадионе было круче. И эмоции, и перформансы, и какие-то вот такие акции разнообразные. Как будто бы свободнее было немного, раскрепощеннее все были на стадионе. А может быть, это связано с тем, что я в те годы только переехал в Москву. И для меня, как для человека, который приехал из маленького города, просто все это было в новинку, в диковинку. А потом я немного привык. И я вот не могу понять, где здесь правда, а где мои додумки и мои какие-то личные эмоции. Но из-за этого мне сложно выделить, какой матч для меня ярче. Вот которые были в те годы, опять же, там, те 4-3 против Спартака или какие-то там еще яркие матчи тех лет. Или же, допустим, вот современные матчи, которые тоже оставили очень много эмоций. Например, даже вот тот же матч против Баварии. Невероятно круто было на нем быть на стадионе. Но, может быть, просто эмоции настолько свежие от него, что мне кажется, что они ярче, чем те, которые были когда-то давно. Поэтому я, наверное, выделить какой-то один мне сложно. Реально очень сложно. Но, опять же, вот недавно был матч против Зенита, когда на последних минутах Зенит отыгрался. А потом Бар отменил этот гол. Это тоже были какие-то чумовые эмоции. Хотя матч абсолютно рядовой, матч чемпионата. Но я помню, что столько адреналина было, столько кайфа. Буквально за несколько минут от полнейшего разочарования, от того, что Зенит все-таки сравнял, до просто какой-то неимоверной радости от того, что нет, мы все-таки победили. Поэтому даже не знаю, какой один. Но, блин, на стадионе все это переживать гораздо круче, чем дома по телевизору. Это я точно могу сказать. Потому что каждый раз, когда приходится смотреть по телевизору, как будто бы не хватает чего-то. Как будто бы ощущение есть, что если я сейчас не крикну, живоглядываю, чтобы он чуть быстрее бежал, локомотив немного хуже сыграет. Последние полгода, в принципе, мне кажется, подарили много таких вот прям вот ярких эмоциональных матчей. Мне кажется, ну, предыдущий год, наверное, столько не подарил, как вот эти вот полгода. И ЦСКА, и Спартак, и финал Кубка тоже получился весьма-весьма. Вообще, я вот так тебя слушаю и понимаю, что история, ну, просто очень перекликается с моей историей болельни за локомотив, тот же самый 98-й год, который стал первым годом для меня прям повального увлечения футболом и, соответственно, матч с Аеком. И в дальнейшем, да, то же самое я на футбол стал ходить на рубеже 2006-2007 года, если говорить про стадион локомотив, по крайней мере. И довольно забавно все это перекликается. Расскажи свои вот впечатления от детства футбольного твоего. У меня такое ощущение, что все в то время, все, вот у всех плюс-минус одна и та же история, что все болеют за российские клубы в Еврокубках, неважно вообще за какие, за сборную России, плюс за, ну, там, у нас показывают какие-то отрывки европейских чемпионатов, и каждый выбирает для себя какой-нибудь там клуб, за который болеть после того, как российские клубы вылетят. Вот у тебя что-то подобное было? Да, однозначно, однозначно. Из-за того, что не было вот всего этого смартфона, телеграммного контента, который сейчас слишком много вокруг, и у тебя был такой полный детекс постоянный футбольный, ты там узнавал о матчах, о том, как сыграла твоя команда на следующий день, а то и через день из газеты. Вот, конечно, это все, я думаю, у всех было похоже. Мы все выходили там, спорили, чья команда лучше, хотя толком даже не видели, как она играет. У меня там была футболка, допустим, Manchester United, ну, я никогда не болел за Manchester United, но я просто, как пример говорю, там, а у моего какого-нибудь друга, который со мной во дворе играл в футбол, у него была футболка Арсенала, и мы просто из-за того, что у нас были эти футболки, спорили, какой клуб лучше, а по факту никто даже толком ни разу не видел целиком матч этой команды. То есть, мне кажется, вот примерно такое детство и было. Но я за себя могу сказать, что тогда старался максимально много следить за футболом, узнавать как можно больше какой-то информации, но это все равно были крохи. Но для себя я выделил в каждом чемпионате какую-то одну команду, которую я буду поддерживать, там, в английской премьер-лиге, в испанской лиге и так далее. Давай, Калий, какие? В Англии я болел за Тоттенхэм, и, наверное, это единственная такая, не локомотив... Очень неожиданный выбор, мне кажется. Да, да, я выбирал все время не тех, кто побеждает, а тех, за кого можно попереживать, но не во всех чемпионатах. В некоторых я по-другому поступал. Не могу сейчас, уже не помню почему. Но в Англии вот почему-то я выбрал Тоттенхэм, и это единственное, за кем я до сих пор питаю какие-то чувства. То есть во всех остальных чемпионатах, те, за кого я болел, уже мне совсем стали неинтересны. Я так просто смотрю за чемпионатом. Каждый год мне может понравиться какая-нибудь другая команда. В Испании это была Валенсия. Ты прям вообще по моим любимым проходишься. А Тоттенхэм тоже попал или нет? Нет, Тоттенхэм нет. Ну, в Англии это, в принципе, чемпионат, в котором болел вообще за все команды, потому что играл в футбольный менеджер, а в премьер-менеджере были только английские команды, поэтому они все были мне родные. А я еще играл в этот Арсенал-клуб-менеджер, помнишь, был? Нет, такого у меня не было. Там только за Арсенал можно было играть. Но я не знаю, почему я не болел никогда за Арсенал, но просто была такая игра. Так, потом во Франции это был Марсель. В Германии вот там все было достаточно банально, там была Боруссия-Дортмунд. Мне кажется, многие за нее переживали. Хотя в те времена она была не такой, мне кажется, как сейчас, но у нее как-то идет циклично. То у них все хорошо на эпоху, потом на поколение, точнее. Потом плохо, потом опять хорошо. И кого я еще не сказал? А, Италия я не сказал. Вот в Италии я болел за Ивентус. Там почему-то я решил за фаворитов болеть. Ну, не особо, не мудрствовал у кого. Марсель после Сычева или до? До, до. До, конечно, до. Для тебя это был приятный сюрприз. Да, как и Павлюченко в Тоттенхэме. Это тоже было до. Хотя были годы, когда я говорил, что я болею за Тоттенхэм, и все говорили, ну, из-за Павлюченко. И ты такой, ну, а как вот людям доказать, что не из-за Павлюченко? Ну, вот как? Так, во-первых, спасибо огромное за донат, который поступил во время ответа на твой вопрос. Во-вторых, давай топ-3 футболиста Локомотива, твоих самых любимых. За всю историю твоего боления. Ох, сложно. Блин, хочется сразу гораздо больше назвать. Ну, однозначно, Дмитрий Ласьков. Давай разделим по эпохам. По эпохам? Эпоха до 2010 года, эпоха после 2010 года. Тогда, ну, а мы же можем считать, что полученная травма в Сычевом в 2011 году разделила его, определила его в эпоху до 2010 года. Тогда, наверное, это будет после, ну, из свежих. Блин, все равно сложно выбрать. Ладно, давай сначала тех времен. Это будет однозначно Ласьков, сто процентов. Тут, я думаю, все мы сойдемся на этой фамилии, поэтому нужно выбирать топ-2. Мне очень сильно нравился... Давай я назову топ-3 без Ласькова. Это потому что он занимает место в сердце где-то. В некатегориях. В некатегориях. Да, да, да. Это Абиора. Мне очень нравился Абиора. Это Овчинников. Его харизматичность, его невероятная. Вот я не могу выбрать либо Овчинников, либо Нигматория. Ну, пусть будет Овчинников. А как будто вратаря выбираю. Как будто 11, да, сейчас... Сборную называешь, да? Да, да, да. И, ну, раз мы Сычева определили до 2010 года, пусть будет Сычев. Вот такой будет топ. А после очень сложно будет. Хочется назвать Беллиреддинова. Беллиреддинов тоже до 2010 года. А он шел до? В 2009 он шел в Эверхланд. А, точно. Тогда я его не называю. Тогда Беллиреддинов не попадает в топ после 2010. А я был уверен, что... О, это я запутался немного. Так, тогда мы называем однозначно. Тогда, в принципе, легко. Это фарфан. Это... Хотя нет, нелегко. Это фарфан. Будут одни иностранцы сейчас так получится. По-моему. Это фарфан. Это... Хотя нет, но все-таки Алексея Мирончука назову. Нет, не смогу я выкинуть его из топа. Не зря я видел все его матчи за Локомотив пока на сегодняшний день. Это фарфан. Это Алексей Мирончук. И это... И это Родолфо. Родолфо, боюсь, что тоже не попадет. Тоже не попадет? Да что у меня сегодня с памятью? Что у меня с памятью сегодня? У меня все годы сдвинулись. Я просто хаотично перебираю игроков Локомотива и очень сильно торможу. Но он там на стыке тоже, мне кажется, был. Ну да, я думаю, что... Ну как бы все это очень легко запоминается, потому что начиная с 2010 года у нас эпоха Ольга Юрьевны пошла. А, ну да. И там бразильцы очень резко покинули клуб. Ну да, я вот смотрю в Википедии и конец... Да, вот у него получается он застал только 10-11 год и потом ушел в аренду в Гремию и все. Ну тогда нет, тогда Чурлука пускай будет. Я хотел кого-то из обороны назвать, тогда Чурлука, конечно. Отлично. Вы, хотя на поле в детстве, каким футболистом себя представлял? Кем? У тебя были какие-то русские, иностранные кумиры, такие, что вот ты его с собой ассоциировал? Я себя... Ну, честно говоря, я себя никогда ни с кем не ассоциировал, но у меня было... У меня было прозвище, как у всех, наверное, во дворе, и оно было вот связано с футболом. Хотя я не понимаю до сих пор, почему. И, точнее, как до сих пор, я никогда об этом не задумывался, и вот только сейчас об этом задумывался, и не могу найти ответа, почему меня так назвали. Но в детстве, когда меня так назвали, я ничего не мог поделать. Назвали, назвали, это правила двора. Не ты себе придумаешь крички, а их придумают тебе. Вот, но меня назвали Рональдинио, хотя он играл не на этой позиции, и никак на него не похож. Это достойный вопрос. У меня не было дредов, у меня не было улыбки какой-то невероятной. Вот, а потом оно сократилось просто даром, вот, и вот так меня называли, и, соответственно, наверное, ближе всего вот к этому. Но я никогда себя с ним не ассоциировал. Возможно, ты кайфовал от футбола так же, как это делал Рональдио. Возможно. А сейчас должна быть вставка из детства, когда я забиваю гол и бегу радуюсь так же, как он. И я говорю тебе, не понимаю, почему, просто не понимаю. Тоже, кстати, да, была такая у меня история. Это, собственно, почему я болею за Валенсию, потому что меня вдруг неожиданно сравнили с Аймаром. Аймаром, да. И все, и с тех пор Аймар любимый футболист, а Валенсия любимый клуб. Хотя сейчас я вот смотрел недавно нарезку у Хуана Пабло Аймара, не знаю, что-то меня занесло поностальгировать. И, ну вот, кроме того, что я был ростом метр пятьдесят, и он ростом метр пятьдесят, я, в общем-то, никаких других сходств не нашел в нем. Футболом явно получше играл, чем я когда-либо в своей жизни. Ну вот, я думаю, что разница между Рональдием и мной такая же велика. Я не сказал бы, чтобы я там лучше всех даже в своем дворе играл в футбол. То есть, чем я заслужил такое прозвище от моих друзей детства, не понимаю. Но факт есть факт. Так, Эль Патре спрашивает, когда D&D, ну, правда, потом оговаривается, что это шутка, и спрашивает, твой самый любимый выезд. Ну, это пока... У меня не так много их, я веду в телеграме, ой, в телеграме, господи, в телефоне, хотел сказать, в заметках статистику своих выездов. Их пока всего одиннадцать, поэтому выбрать легче, чем трех любимых футболистов Локомотива. Конечно, это, наверное, либо Турин, потому что это был такой прям серьезный первый евровыезд, либо Сочи, когда первый сочинский кубок мы брали. Вот какой-то из них. Не знаю, сложно выбрать по эмоциям, потому что там было круто из-за того, что это вообще что-то другое. Европа, там все дела. А тут было круто, потому что, ну, это был невероятно атмосферный матч. Все, кто там был, я думаю, помнят, как это было круто. А нам еще там очень повезло с местами. Наше место было прям там в пятнадцати метрах от места на трибуне, где вручали кубок. Тогда же вручали кубок не на поле, а на трибуне. Вот. И когда футболисты проходили по лесенке, нам удалось так пробиться в первый ряд. Вот. И мы там всем им пятюню отбили, там все дела. Ну, короче, эмоции были клевые. Я сделал тогда селфи с Гильерми, который поднимался. А у него была задана вперед одета футболка с фамилией Черлука. Тогда же у Чарли была травма, по-моему, да? Вот. И получилось такое селфи с двумя капитанами. Ну, в общем, тоже очень много эмоций от того выезда было. Сложно из них выбрать один какой-то. Вот какой-то из этих двух. А так, надеюсь, что пополнится копилочка. Пока всего одиннадцать. Махнатик спрашивает у тебя в формате Блица. Можешь отвечать не очень коротко, как говорится. Босс или Гиля? Ну, вот, да. Вот такие вопросы – это жесть. Ну, Гиля. Потому что Гиля пока еще не работал помощником тренеров ЦСКА. Ну, нет, конечно, не по этому. Давай немножко вот тогда от воспоминаний отойдем. И этот сезон. Как тебе вот предыдущий прошедший сезон, прошедший на качелях? Какие у тебя самые яркие эмоции, самые яркие впечатления? Что самое важное отметишь в этом сезоне? Что для тебя было самое важное? Не для Локомотива, а для тебя? Ну, я имею в виду Харф в контексте Локомотива, да. Ну, да, да, я понял, я понял. Ну, наверное, для меня самое важное, что вот цель, которую я хотел, чтобы выполнил Локомотив, и которую я считал, что если он ее выполнит, будет успешной, это попадание в медаль и выигрыш Кубка. Она была в итоге все-таки там не без труда, она выполнена. И поэтому я как бы вообще не считаю этот сезон каким-то сильно неуспешным. Скорее, просто Локомотив предыдущими годами так сильно задрал планку, что уже сезон с трофеем и медалями мы можем поставить на какую-то такую волну сомнений. А может быть, это все-таки не успех? Да нет, на мой взгляд, это, конечно, успех. Ну, а помимо спортивных результатов, конечно, самое главное – это то, что наконец-то закончились все вот эти перипетии, связанные с конфликтами, связанные с недовольствами, связанные с постоянным негативным фоном вокруг команды. Все это, к счастью, снизилось до минимального уровня. И я надеюсь, что следующий год пройдет вообще без этого, и все будет здорово. Вот, наверное, два вот этих момента, которые для меня самые важные – выполнение спортивных результатов и нормализование. Как правильно сказать? Что-то не могу сообразить. Нормализация. Вот, нормализация эмоционального фона вокруг команд. Смотри, по твоим сообщениям в чате, в принципе, по общениям, не казалось, что ты как-то сильно негативно относишься к Кикнадзе. Для тебя в целом вот то, что происходило, это было норм? Или ты просто так как-то внутренне переживал и старался поддерживать команду? Нет, безусловно, я не считаю, что это было норм. Хотя поначалу ее не было, когда только Кикнадзе назначили. Практически негатив вокруг него появился почти сразу. Конечно, не в такой форме, как после увольнения Семина, но сомнения у людей появились сразу. Я старался, конечно, как мог поддерживать, потому что любому человеку нужно дать время, любому человеку свойственны какие-то ошибки и прочее. Но в какой-то момент это просто перешло уже все границы, и уже стало понятно, что здесь просто вот такой человек, который совершенно некомпетентен, совершенно не понимает, что делает. И даже когда у него появляются какие-то возможности для того, чтобы все исправить, он делает еще хуже. Поэтому старался как мог поддерживать, старался как мог снизить негативный фон, но сам в голове понимал, что, конечно же, я тоже хочу, чтобы как можно скорее его время в локомотиве закончилось. Я просто сам по себе. Ну, давай. Ну, я хотел сказать, что не получилось у нас. Давай ты. Последний матч 2020 года, локомотив Химки. Какие эмоции, какие мысли, что ты вообще про все это. Что-то я вот общался с Пашей Пучковым из Лока Подкаста до этого. Они говорили, что они после этого матча закрывать хотели вообще весь проект, потому что невозможно это уже все вывозить. Ты, вот у тебя как мироощущение было после этой игры? Ну, супергрустно было, скажу так. Было супергрустно, но недолго. Повезло, что это был как раз-таки последний матч. Если бы после этого было еще там несколько матчей, возможно, это были бы там прям первые-первыхые матчи, когда мне даже не хотелось бы, возможно, их смотреть. Хотя у меня такого никогда не было. Было прямо опустошение такое небольшое, потому что я просто не понимал, ну, вот что вообще происходит. Даже можно играть весь матч плохо, да, условно говоря. А можно играть первый тайм абсолютно нормально, а потом просто вот так взять развалиться. И это уже показывает о том, что... Ну, говорит точнее о том, что вообще что-то не то происходит. Сильно не то. И ты получаешь, ты как бы каждую неделю привык смотреть вот этот матч. Это для тебя как ритуал какой-то. И ты каждую неделю получаешь какую-то огромную порцию просто негатива, грусти. Потом пытаешься с кем-то это обсудить. И еще больше получаешь негатива. Куда ни зайди, в Twitter, там, в чат, куда угодно. Это только множит этот негатив. И уже, ну, было прям супер-супер грустно. Хорошо, что я не поехал еще на этот матч, потому что было такое желание. У меня с Химками есть история самого, наверное, отвратительного... Ну, это не выезд, но самого отвратительного посещения матча. Это сезон 2013-2014, когда в Химках проходил золотой матч с ЦСКА. И ты, ну, я, соответственно, на стадионе сижу и смотрю, как Тошич сначала забивает гол, этот золотой, а потом вокруг все празднуют чемпионство. И ты как, ну, ты надеялся о том, что все-таки, ну, Локомотив поборется. Может, там, что-нибудь произойдет в соседнем матче, и Локомотив выиграет, и ты будешь праздновать чемпионство. А в итоге едешь и просто, не знаю. Я вот после этого, ну, неделю в себя приходил, и мы укатили в отпуск. Я решил вообще от всего футбольного отойти и ничего не видеть, ничего не делать. Скажи, пожалуйста, вот у тебя матчи Локомотива на твоем творчестве как-нибудь сказываются? Вот ты чувствуешь о том, что у тебя есть какая-то внутренняя связь с клубом, да? Если там в хорошем настроении после футбольного матча у тебя и работа твоя ладится лучше, а после матчей типа Локомотив-Химки ты ничего из себя выдавить не можешь, тем более вот твоя работа с юмором связана, мне кажется, достаточно важно быть в хорошем настроении. Ты знаешь, ну, вот скорее нет. Я не замечал, чтобы это имело такое прям сильное влияние. Как-то я умею перестраиваться, абстрагироваться. Единственное, часто бывает, потому что матчи по выходным, а по выходным мы на работе на основной у меня выходной, но мы снимаем часто, точнее не часто, а всегда на выходных вот YouTube наш. И если выпадает съемка на день матча, особенно если это какой-то не домашний, а наоборот, точнее, домашний матч, то есть я еще его не смог из-за этого посетить, и Локомотив еще и проиграл, вот в эти дни в такие вот редкие, их не так много бывает, но если они бывают, то, конечно, заметно сказывается это настроение. У нас же там еще есть несколько ребят, которые за Спартак болеют, а болельщики Спартака. Я это заметил вообще даже вот по нашему чату ютубовскому. Если побеждает Спартак и проигрывает Локомотив, они обязательно что-то напишут в чат такое, ехидное. Если наоборот побеждает Локомотив и проигрывает Спартак, вот от нашей группы, которая болеет за Локу, вообще ноль сообщений, поэтому болельщики Спартака еще, находящиеся рядом с тобой, подпитывают немного еще это все, шуточками, привуточками, всю эту атмосферку, и вот на таком моменте может сказаться, там, можешь быть немного погрустнее в кадре, потом смотришь получившийся ролик и думаешь, типа, вот, тут видно, что Локомотив проиграл, то есть простой зритель этого, конечно, не заметит, потому что это минимальнейшее изменение, но ты как сам себя, когда знаешь, ты это видишь. Вот, а на основной работе нет. К счастью, я умею как-то абстрагироваться, перестроиться и вообще об этом не думать. Тут тебя просят исполнить бардовскую частушку про Лока, если ты сможешь симпровизировать. Это, видимо, да, это все ДНДшные отсылки, я там играю сейчас за персонажа Барда, и я ради этого научился играть на губной гармошке и делаю там какие-то частушки, но у меня сейчас ее нет под рукой, а это Эл Падре, да, спрашиваю, я сейчас в чат смотрю, да, Эл Падре, а ты же понимаешь, что для Барда его инструмент, это источник вдохновения, а его сейчас нет под рукой, поэтому получится не так, отмазался, как смог. Ну ты подготовься и тогда в этих своих ДНДшных игрищах обязательно что-нибудь про Локомотив для верных поклонников. Давай вернемся к делам текущего дня. После того, как Василий Александрович нас покинул и смотрит теперь волейбол круглосуточно, по-твоему, что изменилось, вот что самое важное поменялось в Локомотиве за вот эти вот полгода? Да, собственно, я бы не сказал, что сейчас прям что-то супер сильно поменялось, именно вот прям настолько сильно, чтобы это можно было отметить. Скорее всего, происходит в том же примерно русле, просто незначительные какие-то изменения появились, потому что мне кажется, как тренеру, условно говоря, нужно межсезонье, так и новому руководству тоже нужно какое-то межсезонье, чтобы там кадровые какие-то перестановки сделать, которых за это межсезонье произошло уже достаточно много, какие-то слои, внедрить идеи, которые у них за это время появились, но они просто не хотели рушить там то, что происходит прям по ходу сезона. Поэтому я бы не сказал, что что-то прям супер сильно изменилось. Конечно, есть изменения там, связанные с медиа составляющей и связанные с там с общением с командой, вот эта встреча с Плутником, конечно, такого раньше вообще не было, я не помню, что такое было. Ну, наверное, при Геркусе, но та встреча была тайная, а тут она прям была вообще открытой. Соответственно, это все-таки вот мелкие изменения, а так, чтобы что-то глобально поменялось, я бы не сказал, но я практически уверен, у меня вот перед этим сезоном есть предчувствие, что что-то должно происходить интересное в хорошем смысле, то есть какие-то изменения, какие-то новые идеи, какие-то новые вещи, которых не было раньше. посмотрим, что это будет. Помимо, естественно, того, что у нас скоро стадион снесут, но это я не беру в расчет. Ты, кстати, как относишься к возможному переезду из Черкизова в Лужники на короткое время или на долгое время и вообще к вот этой всей истории про то, что Черкизова нужно реконструировать? Ну, в целом, конечно, я согласен с тем, что его нужно реконструировать, если мы это все замечаем, находясь на футболе, если такую оценку дала какая-то экспертная комиссия, что этот стадион был построен на стыке технологического прогресса и вот как только его построили, буквально там за пару лет появились какие-то другие технологии, которые уже никак не внедрить на эту арену, конечно, да, я согласен, что нужно его реконструировать. Даже я за то, чтобы его снесли и мы какое-то время поиграли в Лужниках, вот, я вообще нормально к этому отношусь. Перемены, это хорошо, если к ним хорошо подготовиться, если они действительно назрели, а они, по-моему, назрели. Вот. Мне кажется, что главное вообще, что за эти полгода произошло, это фон вокруг команды, который сменился с резко негативного, да, там, до траурного доходило в конце прошлого года, на вполне себе благожелательный. то есть, вот, все чаще, да, вижу это и по соцсетям, и по фанатским сайтам, и в нашем чате. Все это как-то, ну, есть, остается негатив, остается настороженное отношение, но, в целом, негативный фон плюс-минус пропадает. Во-первых, как думаешь, с чем это связано, да, есть ли какое-то желание у клуба, да, этот фон нормализовывать, видишь ли ты какие-то шаги, которые они прикладывают. Во-вторых, чувствуешь ли ты вообще вот такую вещь, и насколько ты считаешь это важным? Да, конечно, конечно, об этом я так немножко говорил уже сегодня, о том, что это одно из того, что меня порадовало в прошлом сезоне, выполнение спортивных результатов, и вот нормализация этого фона, конечно, я это чувствую, я думаю, что катализатором большим этому стал уход Василия Александровича. Ну, понятно, что этот уход очень сильно повлиял, но у меня просто вот есть ощущение, что вот это вот новое руководство, плутник Леонченко, они прям очень активно работают именно над тем, чтобы каким-то образом фон не просто убрать, а сделать это в самые кратчайшие сроки, поэтому вот эти вот встречи, на которых плутник лично встречается, локотерритория и какие-то другие вещи, которые они прям вот, ну, очень необычно наблюдать и в нашем футболе, и в целом в нашей стране. Да, я согласен, это круто. Невозможно не радоваться таким вещам. Я надеюсь, что это будет не просто какой-то такой разовой акцией для того, чтобы нормализовать фон, а она будет и в дальнейшем продолжаться. То есть не будет такого, что как только все успокоятся, все станет хорошо, после этого они подумают, ну, все, смысл дальше что-то делать. Надеюсь, такого не будет. Вот. Это для меня главное. А тот факт, что это присутствует, это, конечно, круто. Доверие к этим руководителям у тебя есть? Есть. Завоевали его? Или ты, в принципе, так же, как и к Василию Александровичу, просто сейчас присматриваешься и благожелательно относишься просто к тому, что надо дать людям время? Ну, я какое-то время, безусловно, присматривался, особенно учитывая, что там, если Леонченко хотя бы приблизительно было понятно, кто это, то кто такой плутник, я вообще не знал и никогда не слышал эту фамилию до этого. То есть какое-то время, конечно, потребовалось, чтобы понять, кто это, но достаточно быстро они сумели перевести меня уже в плоскость доверия. И не знаю, надеюсь, что они его не растеряют. Ну, в моем лице это его до последнего они не потеряют, как это уже можно было заметить, но я думаю, что многие им сейчас доверяют и надеюсь, что вот это доверие большего числа болельщиков Локомотива они не растеряют и будут и дальше такими вот поступками, такими интересными вещами, идеями, акциями, какими-то внедрениями новых штук, которых раньше не было, будут это все и дальше преувеличивать. Абонемент куплен? Да, конечно, абонемент куплен, правда, нарушили немножко мои планы это возвращение сектора VIP в его первозданный вид с едой, напитками и так далее, вот, пришло, но зато классная идея убрать семейный сектор это вообще круто, мне кажется, что он вообще не имеет, ну, не имеет особого, учитывая не сам по себе факт семейного сектора, а учитывая его расположение, учитывая вот эти все штуки и особенности именно нашего стадиона, семейный сектор абсолютно там не нужен. А как же Северный экспресс? Северный экспресс, это же вообще это был выигрыш в какой-то, впервые в жизни что-то я выиграл, и то это совпало практически на весь пост, и по моему билету ходил друг мой, который сидит рядом со мной все время, там нас четверо человек ходит, вот один из них все время ходил по моему билету, потому что у меня был пост, и я просто не мог воспользоваться всеми прелестями Северного экспресса. Наверное, самая такая противоречивая вещь, которая сейчас есть, по крайней мере, лично для меня в клубе, это медиа, которыми клуб занимается, это сайт, это социальная сеть, это тексты, которые клуб пишет. Я пока до сих пор не могу полностью свое отношение к этому всему сформировать, потому что поначалу это был совсем крах и совсем плохо по всем фронтам, ну вот после той знаменитой истории, когда медиа-команду убрали, там и до этого были вопросы по тому, что делается, как делается, ну а после прям совсем странные вещи стали происходить. Сейчас вроде бы все более-менее наладилось, и трансляцию мы так или иначе посмотрели, пускай и с помощью ставочного сайта, но это нормальная история в принципе. И какие-то вещи в инстаграме стали появляться интересные, и вот ролик сегодня в ютубе с тренировки сделан, в принципе все нормально, а потом бац и выходит какая-то статья на официальном сайте, написанная совершенно казенным языком, как будто ради количества знаков написанная про то, как здорово жить в Австрии, про то, как люди совершенно не знают о том, что там проходит евро 2020, и вот эти официальные заявления, которые написаны непонятно для кого и непонятно кем, и ну вот не знаю, вот ощущение, что что-то все-таки неладное работает. Тебя устраивает работа локомотива в медиаплане, устраивала ли раньше, устраивает ли она сейчас, и в контексте этого тоже вопрос, как был Пучкову, входишь ли ты в лагерь тех, кому нравится то, что делает Рубин в социальных сетях, или антирубиновец, как я? Ну, на самом деле, вот у меня очень схожие ощущения от того, что сейчас происходит с медиа-службами локомотива, вот как ты описал, прям так и есть, был какой-то кошмар просто поначалу, сразу после истории с увольнением 21-го человека, просто кошмар был, ну, это было прям больно, потом все стало нормализовываться, все хорошо, и потом вот эта статья, да, ну, это, конечно, но я могу это объяснить, наверное, тем, что еще как-то вот идет формирование какого-то штаба, условно говоря, то есть сначала на YouTube заливал видео вообще какой-то человек, который не понимает, что с этим нужно делать, потом нашли, вот появился человек, начал все четко, грамотно загружать, потом появился человек, который вот Инстаграмом занимается, теперь там какие-то прикольчики, там стикеры как-то интересненько добавляет, на это вообще спокойно теперь можно смотреть, не пролистывать сразу, просто как вот в Инстаграм можно пальцем листать stories быстро, а можно просто так смахнуть и вообще ни одну не смотреть, вот можно уже смотреть спокойно, вот, а сейчас найдут вот какого-то человека, который просто текст будет набивать, и по чуть-чуть, по чуть-чуть соберется медиакоманда новая, наверное, это только так можно объяснить, а вообще в целом то, что происходило раньше с нашим Ютубом, я бы, наверное, скорее сказал, что мне нравится, хотя, конечно, учитывая те вершины, которые берет, например, Зенит в своих просмотрах, или там ЦСКА и Спартак в своих подписчиках, наверное, результаты, которые показывает локомотивский Ютуб, наверное, говорят о том, что как бы есть куда расти, есть еще аудитория, которую можно спокойно привлечь, и потенциал у этого есть у всего, но, тем не менее, сам контент меня вообще всегда устраивал, то, что делали ребята, особенно, когда вот времен, когда Кирилл еще не был директором по связям с общественностью, а был просто главой медиаслужбы, главой Ютуба, когда вот они делали вот эту лигу плохих шуток, Локаликс, когда появились вот эти все штуки, ну, это было прям интересно смотреть, хотя в этом всем не было какого-то суперноваторства, это скорее было просто набор таких каких-то уже известных или слегка переработанных форматов, но, тем не менее, это было хотя бы что-то, вот. Потом далее появились тоже вот штуки, я не знаю, честно говоря, не слежу так прямо суперактивно за всеми соцсетями всех клубов российской премьер-лиги, но, по-моему, мы одни из первых стали делать вот эту штуку, как она называется, вылетела из головы название этой рубрики, когда вот после матча там 15-минутное видео, когда без, ну, просто фоновые звуки. Ну, Local Life, типа. Local Life, да, да, вот Local Life. Мы же, по-моему, мы одни из первых начали это делать в России. Да, ну, думаю, ну, что идея, в принципе, лежала на поверхности, что-то подобное. Согласен. В единичных случаях наверняка и раньше появлялось, но вот как регулярная рубрика, наверное, одни из первых, безусловно. Вот это было круто. Ну, вот смотри, развиваться, можно развиваться в плане такого более-менее серьезного контента, да, того же Local Life, какие-то интервьюшки, какие-то, или же развиваться вот как Рубин это делает, которому все поют хвалебные песни за то, что хвалебные песни успел Леонид Слуцкий. ну, вот, как ты считаешь, для футбольного клуба это нормально увеличивать свою посещаемость за счет вот таких вот смешнявок, за счет каких-то прикольчиков и всего такого, либо же для клуба это не солидно и клуб должен делать более серьезный контент. Ну, сложно сказать на самом деле где грань, потому что то, что делает Рубин, это ведь невозможно сделать ни в одном другом клубе, ну, потому что нигде нет такого тренера, как в Слуцке. И, соответственно, я не верю, что в каком-то еще клубе возможен такой формат. Я не могу себе представить, ну, наверное, там, Карпин вот с этими всякими пародиями на джентльменов, да, это что-то хотя бы издалека отдающее этому, но Карпин все равно не Слуцкий, а кто следующий такой тренер, кто будет так делать? Ну, я не могу себе представить, там, Федотова в Сочи, который делает что-то подобное, или там какого-то еще тренера в России, так, иностранцы тем более. Если Николич начнет петь и куролесить на камеру, ты это как воспримешь? Смотря, как у него это будет получаться, талантливо или нет. Нет, конечно, я не фанат того, что делает Рубин, хотя, как бы, я не из тех, кто это хейтит жестко. С точки зрения контента, если посмотреть на это, абстрагироваться как на контент, это прикольно, но конкретно как футбольный клуб не сказал бы, что я бы хотел такое видеть в моем футбольном клубе и на в моем не в смысле, если бы я был хозяином, а в смысле за тот, за который я болею. Вот, то есть на канале Локомотива если бы такое начало выходить, я был бы не в восторге, но и жестко хейтить не могу, потому что ребята снимаются, люди смотрят, ставят лайки, и самим футболистам и тренерам это по кайфу, если это ну как бы подписчиков и это как бы приводит у них там сейчас, если я не ошибаюсь, больше чем у Рубина, там у пяти клубов, наверное, да, в российской премьер-лиге подписчиков, если даже, если, ну, наверное, вот ЦСКА, Локомотив, Спартак, Зенит, да, и все, наверное, наверное, следующий идет, наверное, Рубин. Вот, и это... Очень сильно забустились в последнее время, так-то у них, наверное, было не очень много и... В целом же очень странный регион Казань для региона, в котором там Рубин завоевывал два раза чемпионство, обыгрывал Барселону, а потом все равно на стадион не приходил никто, плюс-минус. Привлечение болельщиков это очень тяжелая история, просто исторически для Рубина. Но мы... Да. Я согласен, я согласен, конечно, вот клубам не из Москвы и вот клубам из провинции тяжелее, безусловно, но, условно говоря, я хочу просто, пока мы не перескочили на другую тему, пример Краснодара привести, да, вот я заходил на их клубный канал, тоже можно сказать, что клуб с потенциалом с хорошим, у них есть все для того, чтобы сделать крутую медиапрограмму, да, у них есть там какая-то академия, какой-то парк, где можно просто никуда не нужно особо ехать, снимай футболистов прям в своем парке, снимай на красивейшем там стадионе, используй все эти медиафасады, там все дела, но у них просто отвратительный клубный канал, просто отвратительный, там, ну, там, ну, это как будто бы, знаешь, аналогию хочу провести, вот как если на рабочем столе создаешь папку, когда у тебя слишком захламлено там все, и пишешь, типа, разобрать, и вот туда все скидываешь, какие-то скриншоты, старые вордовские файлы, у них вот так выглядит клубный канал, там просто какая-то каша из всего, что только возможно, нет превьюшек на видео, там, ну, просто вырви глаз и какой-то непонятный контент, а есть вот Рубин, например, да, у которого все вот так систематизировано, все красивенько, пусть и спорно, но красивенько, поэтому лучше вот будь как Рубин, будь как Ростов, не будь как Краснодар, не будь как, там, Динамо, условно говоря, мне тоже не очень нравится то, что они делают, вот, поэтому если такими категориями мерить, то лучше все же как Рубин быть. Ну, вот у Рубина, у Ростова есть очень яркие ролики, прям вот яркие цепляющие ролики, то есть, по сути, вирусный контент делает канал спортивный чем-то более интересным, так получается? Ну, да, наверное, да, тут тоже сложно, я не хочу прямо однозначно говорить, мне кажется, тут есть все равно вот в грани свои присутствуют, то есть, опять же, вот то, что у тебя в команде сложилась вот такая атмосфера, что у тебя слуцкий, у тебя куча молодых игроков харизматичных, которые согласны на всякие движухи, которые еще пока не стали суперзвездами, да, и не ходят там задрав нос, вот, и у тебя есть такая возможность, и подбирается крутая медиакоманда, и они вот все это делают, и это работает, да, на кого-то. Круто, совпало, но попробуй, повтори это сейчас в любом другом клубе, но это практически невозможно, когда Геркус еще был, когда был Березняк, работал в клубе, они хотели вот на базе меда сделать альтернативный локомотивский канал, мы-то приходили к ним на встречу, сидели, и мы там разговаривали с Бодровым, там обсуждали, ну, в итоге мы всего один ролик сняли, который на меде валяется, до сих пор там про футбол, что если бы футбол был непопулярным, самым непопулярным видом спорта, вот, и тогда вот у нас был разговор, и тогда стало понятно, что вот при Сёбине, ну, о чем можно говорить вообще, ну, это просто человек не разрешает ничего делать с футболистами, и, соответственно, вот есть Луцкий, который разрешает делать все, не только с футболистами, но и с самим собой. Инсайдики подъехали, поэтому не могу не спросить, кто был инициатором той встречи, вы просились, или вас заметили, или что, нет-нет, мы не просились, это нас пригласили, я так понимаю, что вот Андрей Березняк, я работал в клубе, и я так понимаю, что он был подписан на наш канал, и он написал мне в фейсбуке, что вот, давайте встретимся, поболтаем. сыграло роль то, что ты болеешь за локомотив, и, соответственно, вот какая-то такая личная история, да? Да-да-да, у нас в каком-то ролике там промелькнули шарфы локомотивские, вот, и он обратил на это внимание, и вот спросил, это вы, получается, что за локомотив болеете, мы говорим, что вот да, и он пригласил, но это все еще не срослось, еще и потому, что у нас же все-таки есть ребята, которые с другие футбольные клубы болеют, просто от локомотивщиков больше, вот, но я думаю, что даже если бы вот была какая-то такая история, что Юрий Семин неожиданно бы сказал снимайте, что хотите, я думаю, все равно это бы вряд ли получилось, как вот прямо исключительно отдельный такой, они хотели сделать отдельный плейлист, посвященный только локомотиву, хотели нам дать доступ куда угодно, вообще снимать все, что угодно, но в итоге оказалось, что не так уж и куда угодно, есть определенные особенности, вот, ну, это, как Ставра в свое время привлекали тоже ролик «Ночуем на стадионе» и с помпезностью представляли Ставра, после этого год он был лицом локомотива, но что-то ни одного ролика после сборов так и не появилось, то есть на сборы он съездил, снял ролики, они были прикольные, собирали много просмотров по сравнению с остальными роликами, которые на канале локомотива выходили, но нет ощущения, что это что-то дало локомотиву, Ставру и в целом история как-то... Ну вот я думаю, что если бы мы на это подписались в итоге, все бы срослось, это тоже бы локомотиву сильно не думала, что прям помогло, потому что наш контент, он все равно может существовать, когда ты все равно немножко иронизируешь, саркастируешь над чем-то, если ты восхваляешь, это никогда не будет смешно. Мы плавно перешли к теме, которую, в принципе, наверное, мне больше всего интересно с тобой обсуждать, это различные новые форматы, которые популярны и которые бы зашли аудитории, которая сейчас потребляет контент. Новые вот эти спортивные медиа, как я их назвал. Как освещать спорт, чтобы это было интересно? Потому что все, что я сейчас вижу про спорт в России, я не представляю, как я, условно говоря, 12-летний заинтересовался бы футболом, так как я это сделал в свои 12 лет. Матч ТВ это просто трэш, который невозможно смотреть, хотя тот трэш, который недавно случился, может быть, еще бы кого-то и привлек как раз 12-летних. Все эти телеграм-каналы, которые друг на друге клики собирают, вся спортивная журналистика аналитическая, это все неинтересно. Вот как думаешь, как сейчас освещать футбол так, чтобы это было интересно и молодому поколению, и среднему поколению, и в принципе? При всем при этом самый главный нюанс здесь в том, что футбол и спорт это сама по себе интересная вещь. то есть тебе по-хорошему не нужно освещать какую-то невероятно скучную вещь и придумать, как бы это показать интересно, чтобы людям было весело это смотреть. Это само по себе интересно, но при этом я с тобой согласен, что у нас совершенно нет какого-то крутого контента, матч-ТВ, несмотря на то, что там я несколько раз сам там был в гостях, но не могу не сказать, что я не люблю этот канал и все, что на нем происходит, это странно и 6 лет он уже существует и у его истоков, не у истоков, а во главе его стоит Тина Кандалаки все эти 6 лет и не идет никаких изменений, то есть никто не меняет руководство, то есть соответственно всех все устраивает, ну получается, что так, наверное. А ты заметил, как матч-ТВ Евро 2020 освещает, вот прям вот судя по всему, это какая-то редакционная политика на Евро 2020, это трэш и угар, просто полнейший. Да, я заметил, и, ну есть же там такой инсайт о том, что у них какой-то там конфликтик небольшой с компанией, которая владеет правами на все это Гутины Кандалаки, она там враждует, да-да-да-да, и соответственно, видимо, в этом есть какой-то смысл, потому что, когда Черданцев пишет, в твит, закрыв комментарии, ну ты, наверное, видел, да, что вот то, что на матч-ТВ комментировали, это понятно, комментирование, вот это круто, а то, что там на другом канале, когда Стагниенко комментировал на «Россия-1», это просто кошмар, и я такой думаю, правда? Серьезно? Это так уже можно даже, совсем в войну все перешло. Ну вот, мне кажется, в этом и смысл основной, что все люди, которые у нас занимаются спортивной журналистикой и каким-то контентом, связанным с футболом и спортом, они просто стараются работать не ради того, чтобы сделать крутой продукт, а стараются работать для того, чтобы кому-то что-то доказать, что-то сделать вопреки, сохранить какой-то свой пост, а те, кто не хотят, ну, точнее, как не хотят, те, которые хотят работать за идею и стараются делать это честно, в итоге как-то пропадают куда-то, не знаю, и они ждут только каких-то крупных турниров, чтобы поработать или работают на каких-то маленьких сервисах, которые только за платную подписку, и у простого человека просто нет к ним доступа, вот, и не знаю, не знаю, что на этот счет сказать, но как-то вот так происходит, что крутого контента у нас нет, а как это сделать правильно, ну, не могу сказать, что у меня прям есть какое-то экспертное мнение на этот счет, потому что у меня нет ни образования профильного, какого-то ничего подобного, но если бы, допустим, произошло так, что мне пришлось бы возглавить какой-то канал или что-то... Ну, по сути, да, вопрос можно было бы как раз и сформулировать таким образом, что вот если бы тебе поставили задачу сделать какой-то интересный проект именно про футбол, так, чтобы заинтересовать и каким-то образом привить, может быть, интерес, любовь к футболу среди тех, кто либо нейтрально к футболу относится, либо смотрит футбол раз в четыре года на чемпионатах мира, либо просто вот мимо проходили. Вот что бы ты делал, какие бы ты шаги предпринимал, какие бы ресурсы затрачивал на это? Ну, во-первых, я бы однозначно, если бы это было с таким финансированием, когда можно не задумываться, сфантазируем это так, что это какое-то федеральное вещание, а не просто YouTube-канал, который делается за какие-то свои деньги, условно говоря, а нормальные. Возможности, допустим, хорошие. Я бы, естественно, постарался собрать людей, которых разбросало по различным проектам, но которые до сих пор обладают крутым профессионализмом и которые просто не работают, условно говоря, на Матч ТВ или где-то еще, потому что вот они не угодны какой-то своей политической позиции, какой-то своей принципиальностью или чем-то еще. Василий Устин. Ну, Стагниенко, Уткин, кто-то, вот люди, у которых есть вкус на контент. Не люди, которые, условно говоря, ты смотришь Матч ТВ и даже вот потому, как люди одеваются, там, как они, не просто, как они одеваются в обычной жизни. В обычной жизни это личное дело каждого, это вообще кому как комфортно. А вот именно когда ты идешь куда-то на телевидение, где тебя увидят много людей, вот по всему видно, что у человека нет вкуса к контенту и как он может его сделать. А вот есть люди, типа как Василий Уткин, которые по всему, что он делает на своем Ютубе, видно, что у него этот вкус есть, он понимает, он чувствует. Под вкусом я понимаю в общих чертах, да, не вкус, не в смысле, там, какие цвета он делает, а там музыка, все вообще, вот, как это все стилизовано. Тот же там Стагниенко, как он ведет свой Инстаграм или Телеграм-канал, ты тоже понимаешь, что это человек, который, вот он кайфует от футбола, а не от того, что он есть внутри футбола. Вот я бы выбрал людей, которые бы работали на моем канале или на моем каком-то медиа, вот именно по вот этому принципу. А что касается Сахар, подожди, подожди, топ-3 любимых комментаторов. Ну, конечно, это, безусловно, Маслаченко, я просто не мог пропустить ни одну трансляцию, мне кажется, когда комментировал Маслаченко и Лигу Чемпионов, все эти его, то, как он держал аудиторию, как он использовал всякие словечки, которые я потом сам еще какими-то, и выражения, которые я потом сам использовал в своей речи. Это, ну, Астагниенко, это мой фаворит, и, наверное, наверное, тут сложно выбрать все-таки третьего. Ну, наверное, Василий Уткин на матч Англии. Давай из ныне действующих, кого бы ты мог услышать на матче Локомотива в российской премьер-лиге? Ох, это гораздо сложнее. Да, естественно. А то ты начал, там, Маслаченко, да? Согласен. Ну, мне нравится, как комментирует вот Сергей Дурасов, молодой парень, которого недавно вот взяли на матч ТВ. Я смотрю периодически по вечерам фончиком, включаю там, его, поскольку он пока еще молод, назначают часто на такие матчи, которые идут в 23-45 по матч ТВ, там, Эльче, что-нибудь. Я иногда фончиком включаю, мне в целом нравится, как он комментирует. Мне из действующих комментаторов таких более крупного калибра, я могу сказать, что я, ну, если мы говорим именно про матч Локомотива или в целом. Ну, действующие комментаторы, которые работают более-менее на общественном телевидении. Если это матч сборной России, на них всегда нормально работает Черданцев. Это для меня очень удивительно, потому что смотреть комментарии Черданцева на какой-нибудь матч, типа, Динамо-Уфа, это просто невозможно. Или там, Спартак, если играет, это просто невозможно. Локомотив, если играет, это просто кошмар. Но почему-то, когда матч России, у него получается вот что-то типа, закажите мне машину в специальную больницу или вот что-то такое, что реально круто. То есть он как-то вот может. только когда Генич пробует делать нечто подобное и кричит на всю Москву своим голосом, это невозможно слушать. А когда это делает Черданцев, у этого есть нерв и это прикольно. Но это вот исключительно большие матчи. Он комментатор для больших матчей. Вот. Потом, кого еще могу отметить? А, ну вот, собственно, господин Казанский, наверное, да, который, что я когда-нибудь недавно дебютировал. Есть у него, но тоже, я не могу сказать, что я готов слушать каждый его матч. Иногда бывает тоже вот с ним что-то происходит. Возможно, где-то рядом в студии находится Генич, и это на него так влияет. Но как-то вот у него тоже периодически бывают очень странные матчи, когда я совершенно не понимаю, почему он об этом говорит, почему он мешает мне смотреть футбол. вот. А бывает, ну, большинство матчей достаточно хорошие. Потом, ну, все, не знаю, кого еще отметить. Ну, достаточно комментаторов. Давай, продолжим. Тему, вот, с людьми определились, люди, которые любят профессию, люди, которые имеют вкус к контенту, но каким был бы этот контент? Что нужно добавить? Юмора добавить, аналитики добавить, не знаю, там, красивых женщин в кадре добавить? Что нужно вот сделать так, чтобы, ну, это все можно было хотя бы потреблять? Для меня очень крутой контент, на который я постарался бы сделать похожим, просто потому, что я это уже достаточно долго смотрю, и меня это держит, меня это радует, и мне это очень нравится, то, как это делает НХЛ ТВ. Мне очень нравится. Там есть такая крутая штука, они когда делают обзор, на, я вот почему-то на российском телевидении нигде такого не видел, когда заканчивается матч, и они после этого делают разбор этого матча, сидят три эксперта в студии, и у них каждый эксперт, который там присутствует, они не просто разговаривают, вот как это происходит в программе после футбола, когда они там встают, показывают эпизоды, пытаются что-то продемонстрировать, ну, просто какой-то цирк, они, каждый эксперт, они ведут диалог, и при этом каждый эксперт готовит примерно там 15-минутный стендап такой, ну, назовем это так, стендап не в смысле юмористический, а монолог типа, на тему, которую он приметил в этом матче, и он выходит к экрану, у него там подготовлена какая-то такая медиапрезентация, назовем это так, с какими-то скриншотами, или тем, что им необходимо, и он в течение 15-ти минут вот рассказывает что-то, что ему в этом матче показалось особенным, потом садится, и они все вместе это обсуждают, потом следующий эксперт встает, и в течение 15-ти минут показывает, рассказывает, что ему показалось крутым, и я вот просто думаю, кто из тех, кто приходит в студию Матч ТВ, смог бы сделать что-то подобное, Владимир Быстров или кто, но это же, ну, это просто выглядит как очень смешно, и ничего более, вот, если мы говорим про аналитику, я бы хотел видеть что-то такое, чтобы в студии присутствовали только люди, которые способны произвести вот такую вещь, как, например, какой-то 15-ти минутный монолог о том, что-то тебя зацепило в этом матче или в этом сезоне хотя бы, вот, если говорить о юмористической вещи, то не думаю, что это должно быть вообще, и тем более в большом количестве, но я вообще не знаю, как вот у нас люди относятся к юмору в спорте, я не очень люблю это, потому что во многом из-за вот Стёба над сборной России, она такая, какая есть, я не люблю шутки про сборную России, но они, так вот, знаете, там Александр Рева убеждал всех очень долго, что он красивый, а сейчас все в это поверили, то же самое и со сборной России, то есть, она, конечно же, плохая, она часто играет плохо, но мы всю жизнь шутим про неё, что она плохая, и мы окончательно в это поверили. Давай к Евро и сборной вернёмся чуть позже, иногда кажется, что у нас, ну, слишком на серьёзных щах всё происходит, ну, как-то, ну, самоиронии, по-моему, изрядно не хватает. Согласен, я безусловно с этим согласен, но я боюсь, что вот у нас пока что нет, как нет экспертов, так и нет крутых, хотя нет, они, конечно, есть, я имею в виду, что их нет на ТВ, они, конечно, безусловно, есть, не хотел ни в коем случае обидеть там Дорского, Лукомского и других клёвых ребят, которые, безусловно, могут считаться хорошими экспертами, просто они пока только в печатном формате присутствуют, хотя на этом Евро, вот клёво, что их стали подтягивать. Но есть и на платных, и на ООК, они там периодически появляются, на телеспорте часто у Комска есть. Согласен, согласен, да, на платных, на подписочных вещах, да, они сейчас стали больше появляться, надеюсь, что и на бесплатные они рано или поздно перейдут, хотя уверен, что люди, которых можно увидеть, если набрать в Ютубе коммент-шоу, они этого очень сильно не хотят, потому что тогда все поймут, а зачем тогда вы, вот, но если говорить о юморе, о иронии, о чем-то прочем, то кто вот эти люди, которые смогут ее добавить, кто вот сможет одновременно, опять же, это же должны быть одни и те же люди, то есть это должна быть одна и та же студия, где сидят люди, которые могут и пошутить, и при этом, причем пошутить так, чтобы это было не просто с посылом сборной России говно, или там отсылка какая-то к тому, что на видео можно увидеть с Дзюбой, да, а какая-то крутая шутка, какая-то крутая ирония, крутая аналогия, или что-то такое, и при этом быть хорошим экспертом, и при этом, вот все вот это, вот если совместить в одном человеке, кто это? Это твой разлученный брат-близнец, Ярослав Кузнецов. Да, да, наверное. Но по факту... Организовал, спасибо, студию аналитики, и в целом, ну, в принципе, похоже на то, о чем ты описываешь, правда, есть ощущение, что они там тоже слишком сильно скатываются в юмор, шутейки, внутряки и так далее. Наверное... Я согласен, да. Дотовская вот с тобой, здесь я согласен, что вот дотовская движуха, вся студия аналитики, вот эти все штуки, это тоже круто, и это можно как ролевую модель перенести в футбол, это было бы что-то прикольное, но, к сожалению, просто непонятно, что это должна быть вообще за платформа, и это видится как невозможным, вот. Но, да, мне кажется, это совершенно не телевизионный формат, но при этом, как, например, клубное телевидение, что-то подобное могло бы существовать, да, вот, например, уйдем от глобальной задачи, что ты у нас креативный продюсер Мач-ТВ, и придем к менее глобальной, что ты у нас креативный продюсер Лока-ТВ, чтобы ты поменял в клубном телевидении, чтобы оно популяризировало футбольный клуб Локомотив, какие форматы добавил бы, может быть, чтобы, ну, интонации, может быть, какие-то поменял, чего-то, какого-то контента побольше бы стало, какого-то поменьше. На самом деле, я просматривал так бегло YouTube-каналы таких, скажем, супер-топ-клубов, которые могли бы получить приглашение в Суперлигу, да, вот, и посмотреть, чтобы, что у них происходит на канале, и какие контенты, какой контент они выкладывают, что вообще происходит. И я бы не сказал, что вообще есть какое-то клубное ТВ, которое я бы хотел взять за образец, и которое меня повергло бы в шок, и я бы подумал, вот, как это должно выглядеть. То есть, практически ни у одного футбольного клуба нет чего-то, какой-то вот такой изюминки, Но есть еще история с платным телевидением, я не знаю, насколько оно сейчас развито во всяких вот таких вот топ-клубах, но еще там лет 10 назад это было очень популярно, там, свой собственный канал у Manchester United, Real TV и прочие такие, которые работают по подписке там месячной. Честно говоря, просто сложно понять, какой контент там, возможно, самое интересное они именно туда агрегируют. Может быть, может быть, тут сложно сказать, да, потому что наверняка в России его никак не посмотреть, вот, но... Поэтому тебе придется работать с нуля, давай, придумывай. На самом деле, мне нравится то, что делается на Локомотивском канале, я бы просто взял вот какие-то ошибки, которые, очевидно, я вижу вот прямо сейчас и которые просто невозможно допустить. Например, то, что в течение практически месяца ничего не выходило на YouTube-канале Локомотива, как только завершился сезон. Это просто недопустимо, чтобы так происходило, потому что клуб имеет такое невероятное количество видеоматериалов, такое невероятное количество контента, чтобы это можно заполнить полугодовую паузу. Они просто бросили, конечно, это можно скинуть на журсу, да, сменилась медиакоманда, там, все дела, но это все равно не должно быть оправданием, потому что ну, YouTube, он же привыкает очень сильно к... ну, алгоритмы YouTube привыкают к тому, как ты выкладываешь контент, что ты делаешь. Если ты выкладываешь все время там в один и тот же день, в одно и то же время видео, там буквально там через месяц, через два, он к тебе привыкнет и начнет это все еще сильнее толкать, поддерживать, кидать какие-то рекомендации и прочее, он просто привыкнет, что вот ты являешься одной из частей, за счет вот этой регулярности, ты являешься одной из частей этого алгоритма, и как только ты сделаешь паузу, это сразу разрушится, упадет, и прекратить что-то выкладывать на месяц, это просто оборвать все, что делалось до этого и начать делать с нуля. И вот такие ошибки, как это сделал локомотив в этом году, это просто невозможно допускать. Потом, касаемо контента, вот сейчас выложили, да, допустим, не хочу хейтить то, что делают другие, но просто как пример керлинг, да, вот этот Смолов против Миранчука. Прикольная идея, безусловно. Вот из того, что есть, быстренько соорудили, взяли двух футболистов, оставили после тренировки, сняли контентик. Но нельзя так поверхностно подходить, там же, он же пустой совершенно. То есть все, что происходит внутри видео, это 30 раз говорят ага, 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 и в конце говорят, кто выиграл. Вот все, что происходило. Ну, то есть можно было добавить туда какое-то условие, клевое начинание, прикольная идея, но вот как-то так это все выглядит, что по сути ты посмотрел пустое видео и у тебя не осталось никаких эмоций, и когда оно закончилось, ты такой, ну ладно, Смолов выиграл. Вот, то есть я бы просто, я бы, да и вообще, кстати, еще то, что я хотел сказать, что за последний год, наверное, я проанализировал видео, которые мне реально понравились на канале Локомотива, и вот видео, которые я бы хотел видеть как минимум раз в неделю на канале, это видео, когда, не помню кто, Гильерми Баринов и кто там еще был, смотрят свои рейтинги в новой FIFA. Это был отличный ролик, даже я его посмотрел, хотя мне плевать на рейтинги FIFA. Это был прям топ. Я абсолютно согласен, я не играю в FIFA, но это топовый ролик. Это день с рука с Антоном Коченковым. Неплохо было, да. Да, но это просто вот то, что можно снять. Если первое, это круто обыгранный инфоповод, а так можно обыграть же много чего, и это не будет надоедать. Ты можешь сделать то же самое, там, те же с Гильерми Баринов, кто-то еще, вот им приносят новую форму Локомотива, и они ее распаковывают, и их реакция, типа, на новую форму. Это будет по факту то же самое, но это будет работать все равно второй раз, и третий раз, и пятый раз. Вот ролик с Коченковым таких можно придумывать и снимать на каждой тренировке. Ну, не на каждой, понятно, это я сильно уж прям махнул, но за время сборов можно их снять с десяток и потом отложить, и вот где-то когда-то, когда у тебя перерыв месячный, заполнять ими. Потом классный был ролик, он не столько сам по себе классный, а это то, что я старался бы делать на своем канале, и очень-очень много сил бы на это потратил, это сенежская или сенежская, я не знаю как правильно, челлендж. Это просто... Челленджи. Да, не, не челленджи, это сенежская тут ключевое слово, чтобы появлялись спонсоры у рубрик. Понял. Это... И я бы поговорил, условно говоря, там, пришел к плутнику и сказал бы, вот... Ты у нас по рекламным интеграциям, значит. Но я не то, чтобы по рекламным интеграциям, я бы сказал просто, давайте так, если мы привлекаем на YouTube спонсора, то все вырученные деньги идут на развитие этого же YouTube, и мы сможем за счет этого там делать какие-то вещи, ну, или процент, там, условно говоря, ну, в общем, как-то договорился бы с ним, типа 70% на YouTube, 30% нам с плутником. Ну, как-то бы мы порешались с ним в этот момент, вот. Но суть в том, что... Я вообще не понимаю, почему это вот та вещь, которую я заметил на YouTube-каналах других клубов, у них очень много рубрик, которые спонсируются какими-то компаниями. То есть там на канале PSG, я сейчас не берусь за факты, но условно говоря, на канале PSG есть рубрика, которая спонсируется там Qatar Airways, и она называется там Qatar Airways что-то, что-то, что. что-то челлендж, или что-то, не обязательно челлендж. И вот она регулярно выходит, и явно Qatar Airways ее спонсирует. Потом там у них есть какие-то другие рубрики с фонсируемыми другими компаниями, у них там происходит... У нас РЖД учебно-тренировочные сборы. Это... Это великолепно. Но это обязательство, да? А вот Сенежская челлендж это был вот именно интеграция, рекламная интеграция внутрь ролика. И, по-моему, за всю историю клубного ТВ-Локомотива она была одна единственная, первая, и пока что последняя. И я считаю, что на клубном канале, вот у Зенита, допустим, есть же G-Drive, да? У них G-Drive это скорее общий, да, спонсор, насколько я понимаю. Я не супер... Я тоже не знаю. Я видел буквально там первый, по-моему, ролик с Дзюбой и на этом закончил. Примерно то же самое, да, было у меня. Но факт, что вот у них есть какие-то интеграции, там что-то еще. Вот. Я бы хотел, чтобы на канале Локомотива их было побольше, потому что это возможность развивать свой собственный YouTube. А я уверен просто, что этого нет, не потому, что это невозможно и это не получается, они стараются и стараются, а просто никто этим не занимается. А по большому счету, что мешает там пойти в какое-нибудь рекламное агентство, там те же... Не рекламное агентство, а блогерское агентство, там какие-нибудь авторские медиа или любое, которое более-менее крупное, которое работает там с Варламовыми и прочими, прийти к ним и сказать, вот YouTube-канал Локомотива, вот смотрите, сколько подписчиков, смотрите топовые видосы, сколько просмотров набирают, продавайте нас. Они не посмеются, увидев эти цифры? Нет, не посмеются. А рекламное агентство, ну, опять же, неправильно выражаюсь, блогерское агентство, с которым работаем мы, там нашим YouTube, я просматривал их прайс, там есть каналы, у которых меньше подписчиков, чем у Локомотива. И просто будут цены, будут соответствовать этим, но это все равно какие-то деньги, на которые может существовать. То есть если у тебя там рекламная интеграция будет стоить там те же 100 тысяч рублей, это все равно деньги, которые, если Плутник согласится, чтобы они оставались внутри клубного ТВ, на эти 100 тысяч рублей уже можно снять крутой ролик. Я так интересно рассказываю, что Кот тоже решил послушать. У него есть что сказать по поводу YouTube. Котики все знают о YouTube гораздо лучше людей. Вот. И еще четвертый ролик, который хочу отметить в ряду, вот это ролик, который был снят на Масленицу. Это просто такой трэш-контент, который тоже имеет место быть иногда, для того, чтобы иметь хотя бы такой околовирусный потенциал, что люди его скинут друг другу даже не потому, что захотят сказать, типа, вот смотри, какая крутая штука. А, например, если скинут и скажут друг другу, даже смотри, что за фигня, они все равно скинут. Вот. Ну, в целом ролики анонсовые, ролики анонсовые. Вот я бы сказал, что этой весной, наверное, это, ну, единственное хорошее, что было в медиа до сборов. Потому что... Согласен. ...был отличный ролик, когда Николич Олич обыграли с граффити. Пускай просто, но работало хорошо. Была вот эта Масленица, был волшебник Комано, совершенно трэшовый, но, блин, ну, почему нет? Да, да, я согласен. И был ролик, который мне совсем не понравился, с челом, который на диване сидел и что-то в мусорную корзину кидал. По-моему, это был матч с Динамо. Вот это мне не совсем понравилось. Но в целом, все равно, да, молодцы. Вот анонсовые ролики делали более-менее неплохо. На твоем канале была лига плохих шуток? Сейчас на моем канале уже не было в Лиге плохих шуток, ни в коем случае. Но я бы сделал ее тогда, когда она была на канале Локомотива. Когда вот, это же до сих пор один из самых лидирующих по просмотрам роликов на нашем ТВ. Тот, который со Смоловым и Дову, да. С Смоловым и Дову, да, да, да. Тот, который Коченков-Тарасов, я думаю, придумал. Ну, это уже кастинг, это уже вопросы Кириллу. Если бы была возможность сейчас у него спросить, почему выбрали именно их, я бы с удовольствием спросил, потому что в целом, когда я увидел даже анонс, я подумал, они точно смогут разговаривать, эти два человека, без мата и нормально, чтобы это было понятно. Вот. А Смолов и Дову, это круто было. Почему бы ты сейчас не делал Лигу плохих шуток? Устарел формат? Да, сто процентов устарел формат, и там уже столько этажей юмора пройдено, что даже не могу себе представить, над чем шутить, не так часто появляются актуалы, а все вот эти начального уровня каламбуры, начального уровня темы уже все пройдены, и сейчас, конечно, я бы не стал делать, но я бы, возможно, если бы, опять же, был бюджет какой-то, я знаю, допустим, ребят, которые делают Лигу плохих песен, союзовскую, я бы, возможно, подтянул их на один ролик Лигу плохих песен, выбрал бы двух футболистов, которые более-менее нормально поют в команде, и сейчас это было бы круче, чем Лигу плохих шуток. Мурата надо было подтягивать. Да, Мурата, да. Вот, но, то есть, это было бы прикольнее на данный момент, потому что это сложно, никто это, так как Лигу плохих шуток, не сможет просто на раз-два взять и сделать на своем канале, потому что это, во-первых, сложнее придумывается, во-вторых, сложнее реализуется, вот. Но коммент-шоу, например, на этом вполне себе едет и едет. Ты как к этому относишься? К тому, что они используют Лигу плохих шуток или коммент-шоу в целом? И в целом, да, я плавно подвожу к ютуб-шоу различным и к тому, что комментаторы с Матч ТВ очень упорно лезут на ютуб в том числе и про коммент-шоу, и про то, что вот они, ну, в принципе, этот формат используют, и как тебе это? Ну, мне, ну, как бы... То есть сейчас уже кринжовато, да, смотрится? Кринжовато, на мой взгляд, сто процентов кринжовато, но раз работает, то как можно их осуждать? Раз до сих пор периодически какие-то вырезки просылают в чат, то есть люди, видимо, смотрят, нравятся, поэтому сложно сказать. Для меня, конечно, кринжовато, я уже на это смотрю и понимаю, что как-то это уже, ну, как будто бы это еще полгода назад было уже странно, а сейчас так тем более. Да и в целом камен-шоу, для меня это... Ну, я не смотрю и не могу себе представить, чтобы я сел как-то вечером и такой так, чтобы посмотреть. О, камен-шоу. Ну, такое просто невозможно. Меня совершенно не тянет. Сычев подкаст с удовольствием, хотя это более скучный, да, контент, в котором нет какого-то нерва. сегодня вышел ролик и я подозреваю, что юмора в этом ролике больше, чем во всех коммент-шоу вместе взятых. С Василием Березусским. Согласен, да. Я согласен, вот. А тем не менее, ты вот, когда выходит Сычев подкаст, я вот прям себя дергаю, типа, надо посмотреть, надо посмотреть. А 20% шоу Сычев подкаст, это Сычев наливает чай. И тем не менее, это мне интересно. А коммент-шоу это как бы развлекательное шоу, которое должно меня просто, типа, веселить, и я должен хотеть смотреть его, а меня, ну, совершенно не тянет туда. И в парадокс. На Ютубе очень много стало появляться различных футбольных шоу, в том числе, сделанных с, ну, хорошим таким продакшеном и от матч-ТВшников, и не от матч-ТВшников. Ютуб может вытеснить матч-ТВ, как, в принципе, он вытесняет телевидение в принципе, может ли он спортивную свою нишу занять и перетянуть пользователей вот такими вот коммент-шоу, Сычев подкаст, Поз и Коз и другими шоу от Миши Барзыкина, например? Да нет, нет, я не думаю. Да я вообще не согласен, на самом деле, что Ютуб вытесняет телевидение, во-первых. Но это, другой совсем разговор. Что касаемо вот этих ютубовских шоу, мне кажется, что как раз наоборот, люди с матч-ТВ должны это видеть и хотеть сделать все, чтобы это появилось у них на канале. на мой взгляд. Просто мне кажется, мне кажется, что вот этим вот людям, которые делают эти шоу, им становится тесно на телевидении, они понимают, что они делают на телевидении какую-то ерунду, но сделать лучше на матч-ТВ, в рамках матч-ТВ, они не могут. И они уходят на Ютуб, делать то, что они умеют, то, что они хотят делать. И делать это качественно. Да, там и у Нобеля Рустамяна шикарный канал получился, и там Тимур Журавель что-то пытается делать, пускай не так успешно, но хотя бы это похоже на журналистику, которой у них на матч-ТВ нету. И очень смешно, то, что матч-ТВ начал вдруг забирать эти передачи и подкасты, и Рустамяна к себе на канал и показывать их. Хотя, по сути, они могли бы это спонсировать и делать все гораздо круче. Это да, вот ты абсолютно правильно расписал самую главную проблему, почему матч-ТВ такой плохой канал. Собственно, потому что туда практически, во-первых, туда практически невозможно принести какую-то идею. Как человек, который, когда появлялся матч-ТВ, работал еще не на такой, скажем так, постоянной работе, которая есть у меня сейчас, мы с друзьями там, естественно, придумывали идеи всяких шоу, пытались их куда-то отнести, не только спортивных, а и там сериалов и чего-то еще, чтобы можно было куда-то на телевидение отнести и как-то пописать, подзаработать этим. Вот. И, конечно, мы тоже хотели сделать что-то спортивное, потому что мы все любим спорт и все в нем разбираемся. Ну, не так, как там Лукомский или Дорский, а просто имеется в виду, понимаем что-то в нем и хотели придумать какие-то идеи, в том числе для матч-ТВ, и это было просто невозможно. То есть, если там на других каналах доходило до встреч, доходило чуть ли не до, вот вам деньги, снимите пилот, вот до таких даже вещей мы там были близки к этому, то на матч-ТВ нам даже ни разу в жизни никто ничего не ответил. Никогда вообще. А хотя мы предлагали, на мой взгляд, достаточно здравые идеи. я не знаю, мне сложно судить на тот момент было, насколько они прям реально супер. Давай, я оценю, расскажи одну. Ну, скажем так, на Ютубе это точно были бы крутые шоу, но просто нет финансирования сопутствующего, чтобы сделать его самим. Ну, например, у нас была идея, которая мне нравилась, сделать шоу такое развлекательное, развлекательно-познавательное про известные спортивные, футбольные, не спортивные, а футбольные дерби. То есть, есть два репортера, они едут на матч Celtic-Glasgow Rangers, один едет болеть за Celtic, другой за Glasgow Rangers, и они вот так на склейках показываются, тот сидит в баре с фанатами Celtic, они ему что-то рассказывают, потом склейка, тот едет в каком-то автобусе с фанатами Glasgow Rangers, потом они там на трибуне параллельно рассказывают истории противостояния и так далее. Потом следующий матч, там какая-то еще страна. Футбольная Орел-Решка. Типа футбольная Орел-Решка, да. Вот они скидываются вначале какой клуб кому достанется и едут, типа. Но если бы вы нашли харизматичных болельщиков, я думаю, это бы взлетело. Да, вот, я согласен, это крутая идея, и для этого просто нужно было бы двух найти, да. Это даже могут быть не болельщики, ну да, на самом деле это вряд ли бы, либо. Харизматичные ведущие. Харизматичные ведущие. Да, 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 да. Не говорю про Настю Явлееву, но что-нибудь близко нужно было бы. Согласен, да. Безусловно, тут многое зависело от кастинга, но вот такая идея, принесенная в 2015 году на Матч ТВ и отправленная им, не нашла вообще никакого отклика. Надо было идти на тот канал, где идея Орел и Решки зашла бы. Ну да. Но там бы нам сказали, а при чем здесь телеканал Пятница и Селтик и Глазграйнджерс. В целом, да, подкасты, как вот Сычев подкаст, ты его слушаешь, смотришь, да, в принципе, тема подкастов близка, тебе нравится смотреть, слушать и вот что-то другое, кроме Сычев подкастов в этой теме. Не обязательно спортивное. Ну, скорее, скорее нет, наверное, но, тем не менее, это не в том смысле, что мне сам жанр подкаста не нравится, а просто мне кажется, что у нас нет крутых подкастов, к сожалению, в таком большом количестве, чтобы прям много-много смотреть. Мне нравится Сычев подкаст, потому что я не знаю, как у них это получилось, но они как-то вот создали такую атмосферу в своих видосах, что вот они практически ничего не делают, просто сидят и так робко задают вопросы, а гости вот как-то раскрываются и как-то вот у них получается это. Я не знаю, кто делает реально Сычев подкаст, но они умудрились позвать самых, наверное, топовых спортивных спикеров, которые только в принципе существуют. Это тоже, да, каст там невероятно крутой, да, то есть гости, которые там были, они все интересные, все крутые. Подряд позвать Семина, Газаева и Романцева, я думаю, что вообще никому не удастся в мире, это фантастика. Наверное, Дмитрий Сычев такой человек, который может позвонить любому из них, наверное. Романцеву особенно. Ну там через Червяченко. Просто смотри, если вот я не очень, конечно, хорошо, сильно рублю в этой теме, но насколько я понимаю, в Америке подкасты очень сильно вообще вытеснили любые другие медиа и сейчас спортивные. и сейчас спортивные подкасты в Америке это топ-1 вообще по контенту спортивному. У нас что-нибудь подобное может произойти, чтобы люди стали потреблять контент в автомобилях, в плеерах, через Spotify к ним этот контент приходил вот в такой аудиоформе. Это могло бы стать спасением? Я бы хотел, чтобы так было. Опять же, не могу сказать экспертно, какие у этого перспективы и так далее, но могу сказать по общению со своим каким-то кругом друзей и каким-то их кругом следующим, друзей-друзей, что люди слушают, люди смотрят подкасты, им это интересно. Вопрос только в том, когда они появятся в таком количестве, чтобы это стало прям сферой-сферой, потому что сейчас, я не знаю, вот очень много людей пытаются делать подкасты, особенно там... Почему-то я не сильно в спорте. Да, тоже согласен, да, в спорте катастрофически мало, но если брать, например, вот, когда появились там подкаст Каргина, да, вот эти вот вещи, сразу практически все стендаперы, вплоть до, там, чуваков, которые там пять раз были на открытом микрофоне, попробовали сделать какой-то свой подкаст, и сейчас этих подкастов со стендаперами просто невероятное количество. Я думал, это требование, что если ты идешь сюда, то у тебя должен быть подкаст, ты показываешь, как сейчас с QR-кодами, только ты должен показать, вот, канал с подкастом, все нормально. И они друг к другу все походили в гости, то есть я каждого из них уже видел и гостем, и просто чуваком, который сидит третьим, и ведущим, вот, и, но какого-то реально клевого из среди них подкаста вообще не появилось, ни одного, то есть это так и осталось такой достаточно нишевой вещью, которую слушают только и фанаты, их прям преданные, и никто из них не стал прям клевым каким-то продуктом, а в спортивной сфере еще меньше, не еще меньше, а наоборот, мало. Пост и Кос стараются что-то делать, как раз вот такой подкаст темы, тебе нравится? Ты смотрел, слушал с кем-нибудь? Я смотрел, но малое количество выпусков, но не потому, что, хотя это, наверное, тоже следствие, да, раз я перестал смотреть, значит, не так уж интересно, Сычев подкаст же смотрю, но я не могу сказать, что мне не нравится, мне нравится то, что они делают, но вот раз нет запроса внутри головы, типа, вот это посмотри, значит, наверное, где-то все-таки глубоко не цепануло, но то, что они делают, прикольно, и я это поддерживаю, и это круто, и если, допустим, кому-то порекомендовать, я всегда говорю, что вот эти еще ребята есть, все дела, надеюсь, что каких-то зрителей я помог им привезти, трех. Смотри, сейчас, особенно на этом, евро, просто невероятная какая-то тенденция на прямые трансляции, собственно, я вот веду прямую трансляцию с тобой, и параллельно со мной там еще на ютубе примерно 2 миллиона таких трансляций, и Василий Уткин в прямом эфире, и Мэдисон в прямом эфире, и, ну, многие, да, заводят прямые эфиры, там и Лукомский, и комментаторы Матч ТВшный тоже в прямом эфире, до этого некоторое время, пока Стагниенко не позвали работать на Россию один, собственно говоря, комментировать евро, он в Телеграме комментировал некоторые матчи, как тебе вот такая тенденция, что люди стали сами себе контент-мейкерами, то есть раньше телевидение, по крайней мере, прямые эфиры себе монополизировало, и если вы хотите, да, вы там в Ютубе ролик выкатываете, у него там немножко протухший срок годности, но теперь даже прямой эфир, это не прерогатива телевидения, может ли вот в эту сторону развиться спортивная журналистика? Ну, для меня, во-первых, это круто, потому что это навязывает конкуренцию, даже самый обыкновенный там парень, который начал вести какие-то прямые трансляции, он даже просто фактом своего существования, он навязывает конкуренцию федеральным каналам, и самим фактом существования, то есть он это делает, делает еще один чувак, у которого на 100 человек больше, делает еще чувак, у которого там 10 тысяч, делает чувак, у которого 100 тысяч, и это все создает вот эту конкуренцию, огромную массу конкуренции федеральному каналу, который должен пытаться как-то сделать так, чтобы они никогда не стали популярнее, чем он, но у нас, к сожалению, проблема в том, что матч-тв абсолютно все равно, они не будут делать ничего, потому что они на госфинансировании, приходит директор всего этого холдинга в гости и говорит, что все прекрасно, отчего у меня просто волосы стоят дыбом, и я просто не верю, что такое, может быть, идти на кандылаки выкладывать себе в инстаграм, что вот все здорово, меня похвалили, похвалил, да-да-да, но я в шоке с этого, и, соответственно, в этом как бы главная проблема, а в хорошей, в сферической стране, в вакууме, эти прямые трансляции, вот эти люди, которые сами себе продюсеры, которые сами делают контент, и которые реально находят своего зрителя, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть его наращивают, они должны быть конкурентами, вот, матч-тв, это крутая возможность, кто-то из них, наоборот, ну, не матч-тв, а сферического телеканала, да, кто-то из них, наоборот, должен быть ими замечен и приглашен куда-то, если его это интересует, если он это делал, не потому, что он хочет исключительно свой канал развивать, а вот он просто, в нем есть эта энергия, и он хочет этим заниматься и любит, и это должно работать так, и, опять же, могу сказать, что то, что технологический прогресс развился до того момента, что любой человек может запустить трансляцию, если он это делает круто, и это начинают смотреть люди, это же вообще просто прекрасно, поэтому я бы хотел, чтобы в эту сторону тоже развивалось, я и сам, если честно, мы вот как-то с тобой сегодня переписывались, я говорил, что у меня нет оборудования никакого для того, чтобы там видео подрубить, чтобы там с микрофончиком сидеть, чтобы красиво было, чтобы одинаковые картинки у нас были с тобой рядом, а не ты так сидишь круто в кресле с оборудованием, и я просто на диване в наушниках, вот, я хочу реально себе купить оборудование и начать делать какую-то вот штуку про биатлон, потому что у меня есть огромное количество часов. Я надеюсь, подкасты будешь записывать. Нет, нет. Почему биатлон? Я хочу, я очень люблю биатлон, я смотрю его много-много лет, я знаю все о юниорах биатлонных, то есть, когда там их начинают подтягивать в основную сборную России, я слежу за ними там годами, то есть, у меня по сути такой некий аналог ежескаутинга, только в биатлоне, знаешь, вот, потому что там это гораздо проще делать, их там 20 человек и много, много ума не надо, вот, и мне очень нравится этот спорт сам по себе и есть такой еще прикол, что он в целом достаточно популярный, но кроме вот этой губернии Лазанинской коалиции практически никто вообще не занимается этим в России. Курдюков, да? Ну да, 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 но у него нет вообще такой прям супер аудитории, и мне кажется, что вот тоже это бы пошло на пользу нашему биатлону, если бы вокруг него начинало тоже появляться больше медиа активности, даже таких малочисленных, которые будут у меня на первых порах, потому что я уверен, что это будет не супер популярный контент, но хотя бы факт, что он появится, там, я примерно представляю себе, как это можно, я уже обдумывал это в голове, как это можно в дальнейшем, что с этим можно делать, и нам нужно просто вот этот первый шаг сделать, начать со следующего года, я вот поставил себе такую цель, так что если через там год, условно говоря, у тебя вновь появится желание меня позвать на подкаст, то я уже буду с видео, с микрофоном и тоже сидеть на кресле. КВНчик собирается делать шоу о биатлоне, это символично. Ну да. Так, ты меня немножко сбил с биатлоном, это было... Извиняюсь, извиняюсь. Вообще в неожиданную сторону уход, надо возвращаться в сферу прямых трансляций, потому что был, да, вспомнил, о чем я хотел спросить, как ты думаешь, почему клубные телевидения не сильно развиваются в прямой эфир, а то, что пытались сделать у локомотива наша Черкизова Лайф, да, свой комментарий, да, и по этому поводу, и Зенит с их попытками запустить Зенит ТВ, это была какая-то просто полнейшая шляпа. И ЦСКА еще хочу добавить, они же тоже делали. Да, это тоже было очень плохо. Честно говоря, не знаю, не могу найти ответ на этот вопрос, потому что если просто, ну вот, в теории подумать о том, что вот есть футбольный клуб, и у него есть студия такая, своя собственная студия аналитики, в идее мне это кажется здоровской идеей. Не могу сказать, что это и в идее плохо, но почему-то вот реализация не получилась ни у кого. Тут, наверное, возможно, нет какой-то общей причины, возможно, у каждой получилась какая-то своя, то есть Зенит там что-то пережестил, ЦСКА сделали это как-то слишком наоборот, как-то матч-твшно, матч-твшно, да, и это как будто бы вообще не отличалось и не было никакого в этом смысла. Локомотив возможно, сделал это наоборот слишком как-то просто, то есть это как картинка выглядела невкусно, было достаточно так как-то скажем так, ужимисто немножко была такая какая-то стоечка, было видно напряжение небольшое, которое там присутствовало, возможно, вот где-то какие-то свои факторы повлияли, то есть не сказал бы, что это тенденция и в этом есть что-то общное, просто ни у тех, ни у тех, ни у тех не получилось, но я смотрю на это положительно и вот опять же, если бы это все объединить в какую-то одну модель, медиамодель такую некую и все это автономно бы существовало за счет каких-то там спонсорских интеграций, контрактов, имея небольшой изначальный бюджет от клуба и мне кажется тогда вот при наличии вот этой грамотно выстроенной работы, сейчас это могло бы стать клевой штукой, то есть то, что например, в качестве примера то, что делал Кирилл с Лукомским и Пименовым, это же круто было, мне очень нравилось, я не знаю, многие... это была запись, я согласен, но если представить себе, что это был бы прямой эфир, я думаю, что это все равно бы сработало, но опять же, смог бы Пименов так же бесить Лукомского в прямом эфире, а не в записи, согласен, есть в этом тоже такой вопрос, на который я не уверен, что могу ответить точно да, но в общем, как будто бы это возможно и как будто бы это даже должно быть, но вот почему-то не получается и почему ответа у меня нет, ну вот есть такое предположение по каждому из пробующихся форматов, но общего нет ответа. Мне тоже кажется, вот прям удивляет, почему наши клубы так странно подошли к реализации прямого эфира, можно это все делать гораздо более весело и опять же, есть большое количество примеров, почему-то в основном в сфере киберспорта, там и прямые эфиры, да, вот эти вот студии очень бы здорово, мне кажется, перешли бы именно в клубный формат, именно в формате клубного телевидения, не только прямые эфиры, да, но и там очень много различных викторинчик, викторин, ударь током, было замечательное шоу, когда нужно было отвечать о партнере по команде, ну и прочие другие интересные штуки, которые, мне кажется, очень здорово бы заходили, но почему-то на это вообще не обращают внимания, но самое главное, самая моя, наверное, боль, это то, что ни один клуб так и не смог сделать нормальную студию, где не было бы перебора с пафосом, не было бы перебора с жестью, где просто вовлеченные в клуб люди говорили об этом клубе, возможно, тогда бы и я бы свои эфиры не делал, если бы такое шоу сделал сам клуб. Я согласен, я согласен, это очень бы хотелось видеть, и опять же, пример, про который я уже сегодня говорил, NHL TV, у них там есть, более того, у них не просто есть эта студия, более того, у них есть такой прикол, что эту студию делает каждая команда свою студию, как бы делает во время матча, и ты можешь во время трансляции переключаться, то есть, если, допустим, ты смотришь матч там, там по Bay Islanders, ты можешь переключить на тех чуваков, которые болеют за тампу, и они сидят, разбирают все, что было связано с тампой, сидят чуваки в перерыве, в прямом эфире, там что-то разговаривают, шутят, разбирают, и также, если ты болеешь за Алендер, соответственно, можешь переключиться в обратную сторону, и это вообще круто. Давай, блок вопросов от зрителей, Ишмуратова или Балева? Ишмуратова. Почему? Ну, не знаю, для меня она такая, более, более такая спортсменка, да, модель спортсменки идеальная такая, которая старалась, сбилась, пробивалась, а Полиола талантливая, это как Роналдо и Месси, хотя в Роналдо и Месси я бы выбрал Месси, вот парадокс какой. Там никто из них не железнодорожница, они все армейские. О, кстати, я не знаю, интересный вопрос, не знаю. Почему-то мне вспоминается Альбина Ахатова как железнодорожница, но, может быть, я ошибаюсь. В какой сфере ты сейчас работаешь? Чем ты связан? Я работаю на телеканале СТС креативным продюсером. Но больше в какой сфере, да, передачи какого толка ты курируешь, условно говоря? Ну, вот весь развлекательный контент, который студийный, то есть не сериалы, а именно шоу. То есть у нас есть отдельная группа, которая занимается сериалами, я с ней вообще никак не связан, а есть вот группа продюсеров, которые занимаются шоу, и мы вот их делаем развлекательное, реалити. Сейчас, если все сложится, то с 3 июля полечу Форт Боярд делать. Ух ты, ничего себе. Да, первый раз там побываю, первый сезон меня не взяли. Бесплатный чай в минус 20 или накинуть клубу 80 рублей на трансферы? Так это же синонимы. Нет, 80 рублей, конечно, накинуть. Я вообще стараюсь покупать каждый раз, когда иду на матч, даже если не сильно голодный, купить там какие-нибудь чипсы или что-нибудь и все время успокаивать себя тем, что вот я за всю жизнь, пока похожу, я плачу неделю зарплаты Федору Смолову. Типа, ну, примерно так. Я там точно не считал, но... Минут 20, возможно, зарплата. Но не Федору Смолова, ладно, Николаю Титкову месяц. Хорошо. Банальный вопрос. Какие ожидания, пожелания по трансферам, в том числе в условии вброса, что будет изменяться лимит до 10 легионеров? Какие позиции ждешь на усиление? И в целом, у меня был целый блок ожиданий от Локомотива. Давай начнем про трансферы. Ну, я вообще, на самом деле, сейчас, вот ты, по-моему, да, это писал в чате когда-то достаточно, относительно недавно, но и при этом давно... Почти все писал в чате, так что... Ну да, согласен. Под поводом того, что круто, что перестали сливаться какие-то вещи, и мы просто не понимаем, чего ждать. Вот я сейчас себя ловил на мысли, это было где-то неделю назад, когда думал о новом сезоне Локомотивском, что я просто не понимаю, какие будут трансферы вообще, то есть нет никаких слухов про Локомотив, абсолютно ноль. И как будто бы в любой момент, в любую секунду может появиться новость, что вот такой-то игрок, о котором мы никогда даже не слышали в контексте перехода в Локомотив, уже в футболке стоит и фотографируется. Как будто бы это видится вот так. Человек, о котором мы никогда не слышали, вдруг вышел на второй тайм товарищеского матча. Не могу сказать, что я сильно этому обрадовался. Согласен. Но если говорить по позициям, если прямо уж конкретно пойти, то, конечно, я согласен, что до того, как появилась новость о лимите, я больше всего ждал игрока в центр, либо 8, либо 6 номер. И, конечно, центрального защитника. Но сейчас в связи с тем, что лимит, скорее всего, повысит еще на 2 позиции, то это, конечно, наверное, нападающий, как и все мы хотели видеть нападающего, потому что, как сегодня даже это в чате обсуждалось, типа, кто хочет, чтобы был в локомотиве нападающим за Луиш, Смолов, а потом, как в контексте, за кого будешь болеть на чемпионате Европы, за Россию, а потом, вот такая же аналогия. Вот. Конечно, хочется нападающего классного, и тогда, возможно, если он будет какой-то дорогостоящий, даже кого-то из этой пары отпустить. Федора Смолова. Вот. Хотя я до сих пор опять же поймал себя на мысли, что начинается новый сезон, я посмотрел этот матч с Жилиной, посмотрел какие-то фото и видео с тренировок, и опять поймал себя на мысли, что, ну, в этом-то сезоне вообще не получится. А потом думаю, ну, сколько ты будешь, Сергей, сколько ты будешь в это верить. вот. И, наверное, у нас остается, даже если мы возьмем нападающего, еще одно легионерское место остается, и я бы его потратил, наверное, на какого-то игрока для того, чтобы пробовать какую-то иную схему, то есть не покупать еще одного игрока в этот ромб, идеально встающего, а, например, купить какого-то клевого вингера, чтобы можно было там на 4-3-3, например, переходить, и у нас был бы там крутой, ну, пусть и сух с таким закосом на один фланг, но был бы, допустим, крутой какой-нибудь левый вингер, и мы могли бы там невероятно круто через этот левый фланг добивать какие-то команды с контратаками или что-то такое. Ты, я так понимаю, все-таки стелишь соломку под приход Белаковича к нам. Крутой левый вингер, который будет выходить, добивать команды. Звучит просто как идеальное его описание. Согласен, случайно так получилось. Но верится вот, не верится, точнее, в то, что все вот так идеально сложится, и что вот лимиты увеличили на два человека, и мы сейчас закупимся, невероятно, непонятно, если честно, не могу в это поверить. Скорее всего, если будет какой-то классный трансфер, то максимум один, скорее всего. Ну, я бы хотел, если выбирать этот один классный трансфер, конечно, в центр поля. то, то, что главный тренер прямо вот конкретно прямо говорит о том, что нам нужен, нам нужна восьмерка, и нам нужен центральный защитник, закрыть два легионерских места, это нормальная история? Да, думаю, что да. Я люблю открытость, и если она связана вот с такими вещами, но ты, наверное, имеешь в виду, что из-за того, что он так сказал в переговорах, кто-то будет на это давить, говорить, постоянно обычно же не говорят, что мы там трансферы любят тишину, ничего не будем говорить, а здесь тренер конкретно заявляет, мне нужна восьмерка, мне нужен центральный защитник, мне нужны легионеры, и желательно уже вот завтра, а не дай бог в августе. Это как-то звучит неожиданно, непривычно. Согласен, согласен, это звучит поперек привычный парадигм, но я за такие вещи, я за открытость. Я считаю, что если в переговорном процессе вот так легко продавить, просто сказав, что вот мы хотим купить вашего полузащитника, на 2 миллиона дороже, мы же знаем, что он вам нужен. Ну, если так легко продавить, то что ты за переговорщик тогда? Еще можно тысячу аргументов привести, почему он наоборот должен быть на 2 миллиона дешевле? Вот, поэтому как бы я не думаю, что это должно стать проблемой. Мы так же Ассуру Жилолединову взяли. Ну да, блин, получается, что тогда я против. Нет, я все равно как бы думаю, что это круто, что вот такой европейский подход, потому что мне кажется, что если посмотреть интервью каких-то сильных зарубежных клубов, то они примерно так и говорят. То есть нет такого, что никто не знает, кто кому нужен. Все знают, кто нужен Реалу, все знают, кто нужен Барселоне, все знают, кто нужен Ювентесу, какие у них слабые позиции. И так же, мне кажется, все и так понимали, кто нужен Локомотиву. И то, что тренер это вслух озвучил, для всех агентов, для прочих, это не стало новой информацией, мне кажется. А для болельщиков это круто. О, мы знаем, кто нам нужен, мы примерно понимаем, во что будет играть наша команда, мы не обделены информацией. Знаем, кого искать на кружке. Знаем. Да, опять же, опять же. Ты болезненно воспринял уход Мухина? Ну, да, наверное, скорее, да. Мне нравился Мухин, хотя, то, что вы с Сашей и Малых обсуждали на подкасте по поводу того, что Саша просто слишком молод, и для него таких Мухиных было мало, ну, не сказать, что я прям, я давно болею за Локомотив, и много уходов видел, приходов, много видел, но в Мухине правда что-то было, что вот не может не понравиться, не подкупить, но это устройство, в отличие от Саши, оно у меня просто гораздо быстрее прошло, сейчас я вообще ничего не испытываю, и меня совершенно не задевает, вот как зачастую там кто-то увидит фотку Мухина в ряду футболистов, которых ЦСКА выложила, там наши сыграли за сборную, и опять за сердце хватается, типа, нет, у меня такого уже нет, я уже все, я уже смирился тем, что это игрок ЦСКА, и все, типа, ну окей. А возможное возвращение Иосифова как расценишь? Да тоже нормально, потому что в целом не сказать, что, ну многие понимали, что такое возможно, поэтому это не какой-то неожиданный факт, а чем меньше, точнее наоборот, чем больше времени проходило, и чем меньше новостей мы слышали от про Иосифова, все больше казалось, что рано или поздно наконец-таки объявят, что он продлил контракт с локомотивом, вот, потому что, ну это была достаточно странная история, и тут как бы, надеюсь, она станет, если в итоге продлят его, надеюсь, для всех вот молодых игроков поколения нынешнего и там чуть-чуть помладше, которые уже поадекватнее, это станет вот примером, что, что может быть не так, если ты будешь себя так вести, какие могут быть последствия, что вот, может и вот так произойти, и сами понимаете, теперь подумайте 10 раз, прежде чем начать что-то там мутить воду. Какую планку ты выставишь для локомотива в грядущем сезоне, 21-22 в каждом из соревнований, чтобы считать, что плюс-минус нормальный сезон, и в целом вот ожидания у тебя какие от локомотива на следующий сезон в плане спортивных результатов. Самая главная цель для меня, которую я очень хотел бы, чтобы локомотив выполнил, это Евровесна. я ее прям ставлю как такую основополагающую, краеугольную такую, сезоннообразующую. Евровесна понятие растяжимое, Евровесна в принципе с выпадением в лигу конференций, или Евровесна такая, что... А, нет, нет, я имел ввиду, да, я согласен, не точно выразился, нет, выход из группы, конечно, в лиге Европы дальнейшей, да, 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 потому что я, если честно, ну, прям соскучился уже по матчам с участием локомотива, вот этим двухматчевым противостоянием дома и на выезде, каким-то вот этим жеребьевкам, каким-то раскладом, кто может выпасть там, а вот мы уже так, если повезет, там вот есть Копенгаген один, может мы на него попадем, вот мы уже в полуфинале вот этих всех, короче, движух. Захотелось в Ниццу феврале, я так понял. Да, 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 вот, а если про другие соревнования говорить, ну, про кубок говорить нечего, мы этот год пропускаем, вылетаем от первой же команды, суперкубок, конечно же, хочется реванш взять, но для меня это всегда был просто предсезонный такой выставочный матч, я никогда к нему серьезно не относился, выиграем, выиграем, не выиграем, не выиграем, вот, а что касается чемпионата, тут, конечно, сложно, я даже не знаю, я, конечно, медали, 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 конечно, медали, хочется прогресса, конечно, чтобы Николич после третьего места хотя бы там второе или первое занял, но получится, не получится, это как, медали будет, медали и Евровесна будет шикарно. Если уйти в сторону от спортивных составляющих, чего бы ты от Локомотива хотел в новом сезоне, прямо вот такого, чем бы они тебя удивили, ты порадовался и сказал, вау, круто, супер молодцы. А именно сам клуб? Ну, Локомотив как-то... Или вообще все, что связано с... что связано с Локомотивом, да. Я бы очень хотел, чтобы этот сезон прошел с крутой фанатской поддержкой, я очень поэтому соскучился, хочется баннеров, хочется каких-то перформансов крутых, и у меня прям голод по этому всему, я когда ходил... Когда я иду на матч, мне прям... Я понимаю, конечно, если это Локомотив Уфа, я иду без всяких ожиданий, но если я иду на матч Локомотив Спартак, Локомотив ЦСКА, мне хочется вот этого нерва болельщицкого, мне хочется вот этого кайфа, и, конечно, тут коронавирус с этим связан, много чего связан, на Кикнадзе связан, но вот появился по таким вещам у меня голод появился. Вот этот перформанс, когда весь стадион с Лока в атаку на Лиге Чемпионов, или вот это письмо раскрывающегося послания потомкам от Соколова, вот такого вот чего-то хочется, вот прям по вот этому у меня есть сильный голод, и если следующий сезон будет этим наполнен, я буду очень рад. При этом хочу отметить, что я не просто как бы предъявляю такую просьбу к болельщикам, как бы я всегда за то, чтобы там донатики им сделать, поощрить, то есть я готов, если я буду точно знать, что они будут этим заниматься, я готов вообще спокойно помогать им, чем смогу. Вот. Окей, тогда давай закроем быстренько тему локомотива и быстренько пробежимся по Евро 2020, прям очень быстро. Смотришь, в каком объеме и что тебя больше всего порадовало? Смотрю в большом объеме, но, конечно, пропускал какие-то матчи, потому что это физически невозможно, но стараюсь смотреть как можно больше, и порадовало, наверное, в первую очередь пока что тот факт, что, несмотря на то, что я скептически относился к этой схеме с многим количеством городов, хозяев и к ковидным вот этим всем ограничениям, несмотря на это, мне нравится атмосфера, которая происходит, я как бы понимаю, что ее нет в городах, понимаю, что это не чемпионат мира 2018 года, даже близко, но Евро никогда таким и не был, по-моему, насколько я знаю. Евро всегда меньше этого всего флера, чем чемпионат мира. Евро в нашей стране проходил, Евро нет, поэтому не знаю, как тебе сказать. Ну да, согласен, но был такой стереотип у меня всегда, что как будто бы атмосфера чемпионата мира, она все равно другая, не такая, как Евро. Вот, и поэтому, как бы вот это, наверное, факт, который меня больше всего пока что радует, то, что не потерялось все это, все равно круто, атмосфера футбола есть, кайф есть, когда вот эти Будапешт или Копенгаген вообще просто сказка какая-то. Вот, и, наверное, еще вот факт, который меня порадовал, что впервые за много, наверное, чемпионатов крупных из группового этапа не вылетел ни один фаворит, да, насколько я понимаю. Ну, топ-сборная. Не могу тебе сказать по предыдущим, но думаю, что да, тем более, что формула турнира такова, что нужно было постараться, чтобы все-таки вылететь, занять четвертое место. Тем не менее, по-моему, на прошлом Евро кто-то вылетал и занимал последнее место. Если я не ошибаюсь. На этом тоже могли, если бы немцы... Германия, да, до последних секунд. А по факту это говорит просто, почему это круто, почему меня это радует, потому что значит, что нас уже на 1-8 на стадии ждут два крутых матча, и там к четвертьфиналам так и вовсе должно их стать много, и это круто. Все мы ждем матчи, типа Бельгия, Португалия или Германия, Англия. Есть ли фавориты у тебя, есть ли любимые сборные, исторически любимые сборные или конкретно на этом турнире любимые сборные, тем более вот сейчас уже, когда 1-8 и сборной России на турнире нет. Да, но я всегда болею за Италию, не знаю, почему так сложилось исторически. Не сказать, что мне прям, конкретно прямо сейчас нравится набор итальянских футболистов больше, чем каких-то других сборных, но как-то уже, поскольку это сложилось, уже ничего не могу поделать, я симпатизирую всегда итальянцам, и в этом году достаточно мощно они выглядят у нас. У меня даже был спор с одним из коллег, не такой прям спор какой-то, что мы там на что-то прям поспорили, а, скажем так, дискуссия. Он меня убеждал, что Италия один из фаворитов этого евро, а я ему говорил, что нет, а он говорил, что вот когда Италия вот в таком именно состоянии, она всегда и выигрывает. А я ему говорил, что все равно это не так, когда они выигрывали последний раз, у них были прям суперзвезды, типа пусть уже старого, но Дель Пьеро, Пирло там и так далее, а сейчас таких нет, а вот оказалось, что все-таки они действительно хороши, но посмотрим, у них группа была не очень сложная. А из фаворитов, которых лично я вижу, мне кажется, что это Англия и Бельгия. Я вижу их как фаворитов и как финал. Ну да, мы об этом в чате говорили. Ну да. Сборная России, я так понимаю, что ты болел, переживал и в целом, конечно, несмотря ни на что любишь эту команду, что в принципе, да, с ней случилось, почему так произошло все-таки? Даже Кирилл вот мне рассказывал, то, что третье место обязаны брать, что не так. Я согласен, я согласен, мы обязаны были брать третье место, и мы по факту его бы взяли, если бы не история, которая произошла с матчем Дания в Финляндии. Но мы бы не вышли из группы. это нам вообще бы не помогло. Да, но мы бы взяли третье место. Мы бы взяли третье место и цель была бы выполнена. Но из группы бы не вышли. Все равно, я согласен. Да на самом деле, ну а что произошло? А почему мы вообще должны по большому счету были выходить из группы? Ну, мы бы должны были выйти, если бы нам повезло вот с другими третьими местами и не случилось вот этого несчастья, которое случилось в матче Дании, в Финляндии. То есть, это был наш единственный шанс выйти. Но на твое отношение к сборной России это никак не влияет. Ты все равно любишь, болеешь. Я бы хотел изменений. Я бы хотел смены тренера. Мне кажется, что тренер, который сейчас ее тренирует, он достаточно долго поработал и уже пришло время менять тренера. Я думаю, что он уже ничего нового сборной России не даст. И это будет только вниз уже дальше идти. В истории сборной России было много различных тренеров. Какого типа тренера ты бы хотел? А тут знаешь, какой, на мой взгляд, момент есть? Мне кажется, что в зависимости от поколения, в зависимости от набора футболистов, я не думаю, что прям любой тренер, который был ранен, допустим, там, Хиддинг, если бы вот сейчас его назначили, не уверен, что вот конкретно с этим поколением он бы смог так же поработать, как с тем. То есть Хиддинг тогда очень сильно подходил, потому что тогда была вот такая команда, знаешь, которая крутая сама по себе, но не верит в это. И Хиддинг им показал, что они крутые. А сейчас у нас такая команда, в которой есть чуваки, которые крутые и верят в это. А Черчесов, наоборот, им говорит, что вы не крутые. Вот сейчас как бы вот такая получается история. И это немного другая вещь. И сейчас им нужен просто чувак, который будет кайфовать вместе с ними. Вот они будут приезжать, там, Миранчук, Головин, и он будет их ставить всегда в основу и после каждого их успешного действия кричать браво, 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 браво. И чуваки поверят в себя и начнут творить, и все будет у них получаться. Ну и, естественно, как и любой новый тренер, который придет, он должен будет немножко омолодить состав, перестать вызывать там каких-то, условно говоря, Жиркова, перестать вызывать людей, которые там, Дзиубу перестать вызывать. На слитой покушаешься. Я думаю, что даже перед чемпионатом мира 2022 будут ходить разговоры, а не пора ли нам Акинфеева позвать, а то... Что там это? Это наши, это наши. Это наши реалии, да. Но то, как ты описываешь, это звучит, как совсем не русскоязычный тренер, да, который заводит, который молодых ставит, который кайфует от игры. Что-то я среди... Ну, может быть, ну, Карпин бы, мне кажется, таким смог быть. Не знаю, не уверен. Мне кажется... Ну да, согласен, не сто процентов. Карпин, он такой, тоже немножко тиран, и тоже чел, который играл на очень высоком уровне, и теперь, ребят, вы, может, повторите то, что я умею, и это... Ну да, наверное, да. Согласен, есть в этом прикол. Но, тем не менее, как-то вот с Ростовской, такой, постоянно меняющимся набором игроков, он как-то справляется более-менее успешно. Может быть, это для меня немножко похоже на сборную, типа, сегодня одни, завтра другие, лидеры примерно те же самые. Ну, то есть, не знаю, может быть, он смог, может быть, нет. Не на сто процентов уверен, но из русских, наверное, ближе всего, мне он кажется. Просто довольно странно, что под это описание, на самом деле, еще достаточно неплохо Леонид Слуцкий подходит, да, тоже кайфовать от игры, тоже там с молодыми поработать, вот то, что он и в рубине делает. Но это же вообще не пошло. Это мы уже прошли, и это то, к чему возвращаться совсем не хочется. Ну, тогда, я согласен, я бы не хотел, чтобы Слуцкого снова назначили тренером сборной России, но мне кажется, и Слуцкий сейчас немножко другой, и набор игроков немножко другой. Может быть, с этим набором у него бы и получилось, а может быть и нет. Но я бы не хотел посмотреть на Слуцкого второй раз. Но на что, где, когда они справились неплохо. На что, где, когда вообще бы прекрасно было. Вопрос про тюльпаны, для меня это пока любимый вопрос. За время этой игры. Мой финальный вопрос, кто выиграет это евро? Ох, ну, вообще, я бы хотел, наверное, чтобы выиграла Англия. Потому что, во-первых, потому что многие сейчас так сильно негативно относятся к футболу, который они показывают. Хотя, на мой взгляд, они играют просто очень прагматично, и мне хочется вот этого массового переобувания какого-то, когда Англия, когда Англия в матче с топ-соперником покажет вообще другой футбол, и покажет все свои вот эти запасы, которые они хранили. Но я могу при этом тоже ошибаться, и я с удовольствием сам переобуюсь так локально, одиночно. Вот. Но мне хочется, чтобы они выиграли, во-первых, потому что это, наверное, топ-сборная, которая давным-давно не побеждала, одна из немногих. И вот у них сейчас такой крутой молодой состав, кайфовый. Там пацаны такие играют, 2001 года рождения, этот Бакая Сако, там, Сака, и так далее. Вот. А те молодые, которые были еще на прошлых турнирах, сейчас подокрепли. Ну, казалось бы, мне нравится Гарри Кейн очень сильно, потому что это вот тотенхемовский чувак, и он, на мой взгляд, один из сильнейших нападающих было бы. Пока еще, да. Вот. Пока он еще тотенхемовский, пусть хоть кто-нибудь трофея возьмет. Ну, в общем. Так, тут предлагаю другой финальный вопрос. Антон Веранчук или Рифат Жамаледдинов на позиции десятки? Давай. Давай конкретизируем на позиции десятки. Ну, это, получается, мне помогли закончить на легком вопросе. Конечно, Антон Веранчук. Окей. Я не знаю, как можно выбрать Рифата, когда они оба в одинаковом состоянии. Спасибо тебе огромное за то, что пришел. Надеюсь, что у нас... Да, это тебе спасибо, что позвал. Я вообще кайфанул от этого очень сильно. И надеюсь, что... Надеюсь, что все нормально получилось. Я не занудил эфир. Я думаю... Ну, я с большим удовольствием, не знаю, как другие, я эти эфиры провожу для себя. Мне очень интересно пообщаться по вот как раз на какие-то такие конкретные темы. Узнал для себя много интересных вещей. Познакомился с твоим мнением. Мне было интересно. Спасибо огромное. Я думаю, что это не последний наш подкаст. Я буду тебя еще, по крайней мере, звать периодически дальше по ходу сезона, если вообще вся эта тема продолжится. Спасибо огромное. Спасибо большое. Да, тебе спасибо. Я тоже кайфанул. Очень здорово было. Тогда пока. Хотя волновался, если честно, очень. Ух ты, ничего себе. Ну, вроде бы. У тебя есть боязнь сцены? Не, не боязнь сцены, а боязнь, знаешь, типа новой аудитории, нового чего-то. Первый раз, когда что-то новое делаешь. Но это такое волнение, которое не мешает, а которое приятное. Оно говорит о том, что ты занимаешься чем-то интересным. То есть это такое приятное волнение, которое даже помогает немного. И я его сегодня испытал, и это говорит о том, что было здорово. Ну, спасибо тебе. Спасибо. Все. И всем, кто слушал, смотрел, тоже спасибо большое. Всем пока. Пока.